Тайна Святых. Каскета 3. Страница 408. Как видим, святые эти не только не творят чудес, но даже не в состоянии преодолеть злые страсти. Только чрезмерное страдание дает им силу явить себя такими, какими они были в действительности, любящими Бога и людей. Дух Святой свидетельствует и получает через эту особенность их жизни, что их время отсутствием любви не дает стать праведными даже очень хорошим людям. Но сила Божия восстанавливает их истинную сущность и Господь прославляет их на пользу Церкви. Так продолжает Бог высказывать великую милость Киевской Руси. Великая милость его необычайно видима в воскресении из мертвых Афанасия. В Печерском монастыре умер инок и несколько дней лежал в непогребенном своей келье. Так как присовкупляет житие святого Афанасия, он был беден и никто не хотел его хоронить. Такое страшное свидетельство при сравнении с прежней святостью общины. Но вот Игумен по вразумлению свыше с несколькими иноками пришел совершить погребальный обряд. К их ужасу мертвый оказался живым. Тогда все приступили к Афанасию с просьбой открыть им, что видел он, когда был мертвый. А Афанасий отказывался, говоря, что если он и скажет, то они не послушают. Но на устойчивой просьбе и обещание сделать по его слову сказал, «Слушайтесь Игумена и молитесь, чтобы не впасть в искушение». После этого он затворился в пещере и до конца жизни не сказал ни слова. Явно, что святой Афанасий был возвращен к жизни, чтобы стать живым укором, установившимся в обители греховной обыдельщины. В Печерской обители началась и та обрядовая мелочность, которая в 16-18 веках совершенно заела русскую церковь. Чудовищным плодом ее явился раскол с его безумием, самозажиганием и прочее, увлекший почти половину всего церковного народа. Теперь дело ограничилось только созывом собора из всех епископов, игуменов, священников и ученых монахов. Спор был о том, можно ли в большие господские праздники есть сыр, яйца и масло, если праздник приходится в среду и пятницу. Игумен Печерский Поликарп утверждал, что можно. С ним не соглашалась часть синаков, и к этим последним присоединился митрополит Грек. Однако собор своим мнением огромного большинства сказал, что духовность еще была очень высока в русской церкви. Собор постановил не выносить по этому поводу спора никакого решения, так как решение зависит от игуменов монастырей, кто как хочет. Иначе сказать собор признал, что подобные споры не имеют никакого духовного значения для церкви. Поликарпу, затеявшему совместно с митрополитом Греком этот спор, сохранилось письмо епископа митрополита Симона, написанное лет до 30-40, до игуменства Поликарпа. Симон, бывший монахом Печерским, спору его святой жизни, строго выговаривает Поликарпу за его желание быть архиереем, не имея на это никаких внутренних качеств. Пишет ко мне княгиня Ростиславова Верхуслава, что хочет поставить тебя епископом или в Новгород, или в Смоленск, или в Юрьев. Пишет, не пожелая ей тысячу серебра для тебя и для Поликарпа. Я ей отвечал. Дочь моя Анастасия, дело небогоугодное хочет сделать. Если бы он пробыл в монастыре в послушании игумена и всей братьей, трезвясь во всем, то не только бы облегся в святительскую одежду, но и в Вышнего Царства достоин был бы. Ты хочешь быть епископом? Хорошо. Но прочти послание апостола Павла к Тимофею, подумай, таков ли ты, каким следует быть епископу. Если бы ты был достоин этого сана, я не отпустил бы тебя от себя, своими руками поставил бы тебя наместником в обе епископии, Сузырскую и Владимирскую, как и хотел князь Георгий и та же княгиня Ростиславова. Совершенство состоит не в том, чтобы быть славиму ото всех, но в том, чтобы исправить житие свое и сохранить себя в чистоте. Это ценное поучение святого для вожделевающих епископского звания, в особенности полезно для позднейших времен, когда приблизительно 16-го столетия вожделения к епископским кафедрам и протекции высокопоставленных сделались настоящей язвой церкви. Оттого-то и Павла так в глазах народа епископское звание в его духовном значении стало казаться каким-то почетным генеральствованием. Сын противления, тот страшный, о ком мы сказали, который залил русскую землю кровавым между усобиями, в обличии своем совсем не казался страшным, а против он был обаятелен, он был любимцем народа. Киевляне ненавидели самовластцев, питали отвращение ко всему, что соединено с насилием. И Изяслав совсем не похож на самодержство, он всегда ищет дружбы с народом, никого не принуждает, а угощением, лаской, веселым нравом старается всех расположить к себе, а затем уже втянуть в свои кровавые затеи. Наследственное обаяние Мономаховича ему сильно помогает. В захвате главного престола Изяславом руководит нежелание ввести государственность, закрепить власть в своем потомстве, как впоследствии будет у московских князей, а прихотливая удаль – атовистическая черта предков, викингов. Его зла как бы никто не замечает, хотя оно переполняет всю русскую землю. Иритописис, выражая общее мнение, называет Изяслава честным, благородным, христолюбивым. Говорит, что по его кончине плакала о нем вся русская земля и все черные клобуки, русские народцы, как по царе и господине, а больше как по отце. Так всегда является ставник антихристового духа, когда приходит его время в миражном свете. Пользуясь народным выражением, происходит отвод глаз от дурного с целью похулить доброе. Видимо, слави мы даже любим, святых же любить не за что. И действительно, великий добродетель Мономахова, рода, уступать и терпеть теряет всякий смысл. Ибо он пользуется ими, чтобы поднимать и усиливать кровопролитные усобицы. Изяслав выдвигает новую истину, противоположную правде князей, верно Хизяславу завещанию братолюбства. Не место идет голове, а голова к месту. То есть упраздняя почитаемый со времен Ярослава порядок, житель своей очереди. Дерзко заявляет, беру, если хочу, силой, что мне нравится. Головой своей я взял Киев, говорит Ярослав, как бы насмехаясь над святыми понятиями своего рода. Роб Ярослава, словно предчувствуя измену и гибель своей доброты современных Хизяславу князей, наделяет равнодушием к захвату главного престола неочередным князем. Даже наиболее жестокий из князей Юрий Долгорукий, как увидим ниже, вступает в междоусобную брань в высшей степени неохотно и не ради киевского престола, а глубоко обиженный за сына, оскорбленного Хизяславом. И остальные князья никогда не чувствуют вражды к Хизяславу, не оспаривают его княжения в Киеве. Вовлеченные же в борьбу ни о чем более не думают, как бы поскорее заключить мир с Хизяславом, лишь бы он захотел. Но он всегда жаждет пролития крови. Страшное обаяние Хизяслава. Это чувство испытывается уже при первом появлении Хизяслава в Новгороде, еще задолго до его притязания на киевский стол. В 1134 году он прибыл к новгородцам, желая побудить их на войну с его дядей Юрием Долгоруким. Ему хотелось, чтобы они завоевали для него у Юрия, правившего на севере, в Суздале, какую-нибудь область, ибо ему казалось, что он обделен дядей Ярополком, бывшим тогда на престоле в Киеве. Просьба Хизяслава прежде всего вызывала кровавое междоусобие в самом Новгороде. Новгорода сели был спокоен. Там долго правил отец Хизяслава, святой Хизяслав, а теперь старший сын святого Хизяслава, святой Севолод, брат Хизяслава. Очевидно, злой огонь тлел внутри города, и просьба Хизяслава была искрой зажегшей в пламя ужасной распри. Новгород раздрался, как раздралась вся русская земля, говорит летописец, изображая дела Изяслава. Вечень, на котором обсуждалась помощь Изяславу, была самая бурная. Многие были потоплены в Волхове. Решили идти на Суздаль, но с дороги вернулись, так как в походе возобновилась расприя. Возвращение вражда между партиями продолжалось. Снова был объявлен поход на Суздаль. Это тем более характерно, что Изяслав в Новгороде уже не было его. Любящий его дядя киевский князь Сераполк дал ему во владение богатую область Владимира Волынскую. И Изяслав, конечно, тотчас туда уехал. Но Новгород продолжал собираться на Суздаль. Тщетно приехавший митрополит Михаил умолял граждан не ходить. Развеенные новгородцы посадили митрополита под стражу и двинулись на Юрия Долгорукова. Под Ждановой горой произошло знаменитое своим кровопролитием побоище. Победителей не было. Страдальческая участь выпала во всем этом на долю княжевшего в Новгороде брата Изяслава Святого Севолода. Конечно, он был заодно с митрополитом. Вероятно, он даже и вызвал его, сам не будучи в состоянии повлиять ни на брата, ни особенно на враждовавшую часть граждан. В Новгороде все решало большинство на вече. И Севолод принужден был идти в поход как правитель князь. Ему поставили затем вину, что он плохо сражался под Ждановой горой. Неудивительно. За эту и за другие ничтожные вины Святой Севолод был изнан из Новгорода. Его приняли немного спустя псковичи. Именно с этого времени, 1635 года, в Новгороде идут частые смены князей и посадников. И значительно, знаменательно, что первый изнанный князь был святой, продолжавший следовать своим отцом Святым Мстиславом добрую линию мономахов. Подвиги святости Святого Севолода характерны для княжеской праведности этого периода. Сущность них вовсе не видно. И житие истории не дают решительно ничего, чтобы понять, за что Севолод в русской церкови причислен к лику святых. История даже находит материал, чтобы иронизировать над этим князем. Историки один за другим повторяют. Ярополк, заняв Киевский престол после брата Святого Мстислава, умер в 1132 году, хотел приблизить к себе племянника Севолода, вызывал его из Новгорода и посадил в Переиславле. Но Севолод на другой же день, еще до обеда, был изгнан младшим дядей Юрием Суздальским, считавшим Переиславский стол за своим старшим сыном. На другой день, еще до обеда, был изгнан насмешка людей, пишущих русскую историю и не понимающих сокровенного смысла жизни русской земли. Вот перевод на язык правды, которым жила и дышала русская земля, этого неправедного выражения, был изгнан до обеда на другой день. Бесприкословное послушание старшему вроде, любовь к нему, заставило Святого Севолода оставить княжение в Новгороде и виться в Переиславле. Но как только на Переиславле было заявлено право другого князя, Севолод также бесприкословно оставляет город и тем избегает возможного кровопролития. Конечно, его брат Ивислав тотчас бы завел тяжбу с Юрием или его сыном и непременно бы довел дело до кровопролития. Крот из Святого Севолода продолжается и далее. Он поехал в Новгород, но новгородцы его не приняли обиженные, что он оставил их ради Переиславля. И опять Севолод ничем не проявляет своего неудовольства и на некоторое время остается без удела. Потом новгородцы позвали его, чтобы, как мы сказали выше, через два года изгнать окончательно. Будь на месте Севолода его брат Ивислав, он тотчас бы стал мстить Новгороду. Псков пригласил к себе на княжение Святого Севолода. И когда новгородцы пошли на Псков за то, что те не приняли, что те приняли изгнанного имя князя, псковеси встали, как один человек, на защиту своего князя. И это было столь грозно, что новгородцы не решились на сражение и возвратились обратно. Духом святости был защищен Псков. И здесь сказалась высота Пскова и слабость духа у новгородцев. Так это осталось до конца. Когда впоследствии Иоанн Грозный совершенно разорил Новгород Пскова, он не осмелился тронуть, ибо святые защищали его. Об этом будем говорить в очерке о Москве. Уступать, не мстить, терпеть – вот чем был свят святой Всеволод, которого историки и рационалисты не поняли, а житие как бы не знают, что сказать об его праведности. Теперь будем говорить о том времени, когда Изяслав стал действовать как настоящий избранник судьбы, несущий гибель в русской земле. Это было через 12 лет после его преступного возмущения новгородских граждан. В Киеве, как мы сказали, в 1646 году умер Всеволод Ольгович, назначив после себя своего брата Игоря Ольговича. Никто не возражал, все целовали ему крест, так же и Изяслав Мстиславович. Но только что после смерти брата Игоря занял киевский престол, Изяслав Мстиславович из своего Владимира Волынского двинулся походом на Киев. Как впоследствии выяснилось, Изяслав послал сказать старшему вроде Мономаховичу, Вячеславу Туровскому, что он для него идет завоевывать Киев. Однако своей дружине он говорил иначе. Всеволоду Ольговичу я подчинялся, как своему зятю. Тот был женат на родной сестре Изяслава. Я подсчитал его, как второго отца. Но почему мы должны подчиняться Игорю? Почему у Ольговича, а не Мономаховича? Бог рассудит меня с ним. Или паду, славно перед вашими глазами, или сяду на престол моего отца и деда. Это речь оскорбительна для памяти Владимира Мономаха. Не говоря уже о том, что все князья целовали крест Игорю еще при жизни Всеволода. Значит, признали его право по совести. Ибо ни малейшего давления в те времена быть не могло. Но если бы и Мономаховичи имели это право, то во всяком случае старшие вроде сыновья Мономаха, еще здравствующие Вячеслав, князь Туровский и младший Юрий Долгорукий, князь Сузовский, бывший Андрей, а никак не их племянник Изяслав. Киевский князь Игорь Ольгович был взят в плен Изяславом и посажен в подземную темницу, где вскоре очень разболелся. Захватив отчий стол, Изяслав и не вспомнил в своем обещании отвоевать Киев для Вячеслава, старшего в своем роде, и его воспитание, почему Ольговичи, а не Мономаховичи, было не что иное, как коварство. Вячеслав позднее так изобразил поведение своего племянника. Сколько раз молил я племянника моего не проливать крови христианской, не губить земли русской. Изяслав, восстав на Игоре, объявил мне, что ищет престола Киевского единственного для меня, второго отца своего. А вместо этого сам сел на престоле, мало того, вскоре завладел даже моими собственными городами, Туровым и Пинском. Ничего не имея, кроме Вышгорода, я молчал. Имея Богом данную мне силу, полки и дружину, я терпеливо сносил обиды, самое унижение, и, думая только о пользе Отечества, унимал Язислава. Но он не желал внимать советам, и, отвергая их, нарушал устав Божий. Что Вячеслав был против захвата Киева, свидетельствует также его любимое изречение. С молодостью не охотники, а был до кровопролития. Во всем изложенном Вячеслав показывает себя Истым Мономаховичем. Никто не восстает силой на Язислава. Но, что всего удивительное, он находит в себе приспешников не среди своих Мономаховичей, а в потомстве Святослава двоюродных братьев Ольговичей, Давидовичей, Давид – брат Олега. Брат Игоря Святослава Ольгович успел бежать из Киева в свою область, Новгород, Северск. Он обратился ко всем князьям с просьбой освободить его брата Игоря из подземной темницы. Святославу не только никто не решился помочь, но Даниловичи объявили ему – сиди в своей волости и оставь Игоря, иначе будем воевать против тебя. Святослав отвечал – не хочу ничего ни волости, ничего другого, только отпустите мне брата. Здесь сказывается кроткий нрав Святослава, которого историки с иронией, ибо, как мы сказали, они во всем держали руку Изяслава, называют добродушным толстяком. Тогда ферниговские братья Святослава пошли и выгнали его из его удела Новгород-Северска и опять предложили ему мир с условием отступиться от брата. Святослав отвечал – лучше мне померечь, чем оставить брата, буду искать его, пока душа в теле. Говоря это, отмечая предописи, Святослав заливался слезами. Давидовичи продолжали преследовать Святослава. Веселяясь разрушением, они сожгли его дворец, церковь Гумно, где было 900 скирдов хлеба. Совсем непонятно такое отношение родных к Святославу. Только зная злое обаяние на людей Изяслава, можно до известной степени объяснить это брата ненавистничество. Через некоторое время Давидовичи, как бы опомнившись, предложили Святославу дружбу и отвернулись от Изяслава. Но до этого они успели загнать Святополка в дикие леса Карачевские, где он чуть не погиб. Натравив Давидовича и на их брата и своего врага Святослава. И Святослав не ограничивается только местью, он хочет добычи. Он дает предписание союзникам, что будет в власти Ольговича Игорева, сидевшего у него в тюрьме. Рабы или товар какой, это все мое, а что будет Святославовых, товаров или рабов, то разделить на две части. И грабили, и делили, все, включая церковную утварь. Осведомившись об отчаянном положении Святослава, ибо уже ничего не оставалось, чему как сдаться в плен и разделить участь брата в тюрьме, Юрий Долгорукий прислал для защиты обиженного войска со своим сыном Иоанном. Но Иоанн, приехав к Святославу, смертельно за ним мог. Здесь, по словам летописи, опять сказалась добросердейшая Святослава. Он забыл о войне и неприятелях, молился, думал только о больном. После кончины Иоанна столь горестно оплакивал его, что даже отец покойного Юрия Долгорукий старался его утешить. Когда Изяслав узнал, что Юрий защищает Святослава, он уговорился с Давидовичем о нападении на Юрия в его собственной волости и стал спешно собирать киевлян на войну с Юрием. Но киевляне отказывались идти на Юрия. На вещи они говорят, князь не ходи на дядю, лучше уладься с ним. Изяслав отвечал, нельзя мне, я крест целовал с Давидовичем, что вместе с ним воевать буду против Юрия за то, что принял врага моего Святослава. Киевляне, ну князь, ты на нас не сердись, мы не можем на Владимира племя руки поднять. Вот если бы ты на кого-то другого, то пошли бы и с детьми. В этом ответе скрывается отношение жителей русской земли вообще к своим князьям. Они признают за князьями право начинать войну, однако оставляют за собой нравственное суждение, с кем можно и с кем нельзя воевать. Чтобы смягчить неприятность, отказы киевляне как бы с горячностью прибавляют. В другой раз пойдем и с детьми. Они покорны князю, но только не тогда, когда он собирается на неправое дело. Тогда Изяславу ничего не оставалось, как кликнуть клич, и он возглашает, «Тот будет добрый человек, кто со мной пойдет». Таких добряков нашлось достаточно, чтобы поход состоялся. На дороге Изяслав получает новые удары именно со стороны тех, с кем целовал крест идти на дядя Юрия. Давидовичи примирились с братом Святославом и не хотят больше войны. На вопрос посла Изяслава они отвечают, «Игорь, томиться в тюрьме, отпусти его, и тогда все помиримся». Тут Изяслав воспылал, как это по-нашему говорится, благородным негодованием, обвинил Давидовича в измене. Его посол бросил перед Давидовичами договорные грамоты и разразился от имени Изяслава такой высокопарной речью. «Вы клялись быть со мной до самой смерти, а теперь клятву нарушили. Да будет со мной Бог и сила Животворящего Креста. Стана управляется, как Бог даст». Изяслав, как мы говорили выше, часто призывает Бога в свидетеля и поминает Животворящий Крест, когда кто-нибудь не делает так, как ему нравится. Но сам он постоянно нарушает клятву и презирает братолюбие. Не целовал ли он Крест Игорю и не идет ли сейчас походом на более старшего в роде, чем он сам, только потому, что тот осмелился подать помощь Ганимову. Это забывчивость собственных клятв и требования исполнения от других можно назвать вырождением договорных святынь. Оно характерно для второй линии Мономахова рода, потомства Юрия Долгорукого и имеет большую будущность в московском княжестве и царстве. Изяслав точно воспользовался изменой чернижевцев, чтобы потребовать от киевлян исполнения обещания. Им было посленно сказать «Меня чуть не погубили чернижевские, но Бог и Сила Крестная объявили мне их умысел. Теперь у вас нет причин мне не помогать. Приходите все с детьми, как вы обещали». Таким образом, учтивый отказ от войны с обещанием в будущем отдать даже детей послужил ли киевлян тяжелой нравственной западней. Юрий был Мономахович, то есть свой, чернижевские не были свои, хотя и родственники, то есть братья, но дальние. Эта нравственная казуистика вызвала на киевском вечере жестокий взрыв досады и развязала преступную стихию. Наиболее злые стали кричать «Коли чернижевские виноваты, пойдем убьем Игоря!». Часть толпы бросилась в монастырь, где теперь проживал Игорь, принявший монашество. Вследствие тяжелой болезни у Низалга перед этим был отпущен из тюрьмы. Игорь молился в храме. Злодеи вытащили его на улицу и зверски убили. Игорь в церковь пришли с инклику святых. Война с чернижевскими продолжалась около года, и та и другая сторона усердно разрушали жизнь противников. Под жизнью разумелось дома, возделанная земля, всякое имение. Наконец черниговцы прислали сказать Изяславу, не вини нас, хотевших войной освободить брата. Но Игорь уже в могиле, где и все будем. И просили мира. Изяслав согласился на мир. Но он предложил всем князьям съехаться в городец, чтобы обсудить поход на дядю Юрия Суздальского о войне, с которым он продолжал мечтать во все время сторож с черниговцами. В городец приглашен был и брат Игоря Святослав с предложением примкнуть к союзу против Юрия. Неудивительно, что он не приехал, ибо, конечно, помнил дружбу Суздальского князя. Черниговцы обещали, как увидим ниже, только на словах. Летопись рассказывает, что из города, с городца, Изяслав поехал в Смоленск, где прянул его младший брат Святой Ростислав. Изяслав веселился с братом, праздновал, менялся дарами, обдумывал военные действия. Только по смерти Изяслава стало понятно, как мучила Ростислава дружба брата, требовавшего от него непрестанно военной помощи. Исполняя княжеский долг, Ростислав покорно ходил у стремени старшего брата, ненавидя междуусобия. После Смоленска Изяслав поехал веселиться в Новгород. Второй раз ехал туда этот князь, чтобы поднять граждан на кровопробитие. Знаменательно и страшно говорится об этом в летописи. Новгородцы, узнав о приезде киевского князя, обрадовались и вышли Изяславу навстречу один за день, один за день, другие за два дня пути. Тотчас Изяслав посылает берючей по улицам звать князя на обед всех от мала до велика. Обедали и веселились с честью разошлись по домам, а наутро все собрались на вечер. Изяслав говорил, дядя Юрий обижает вас, и я пришел ради ваших обид. Новгородцы, ради идти с тобой и мстить за свои прежние обиды. Ссылка на какие-то прежние обиды доказывает, что по существу никаких обид не было. Послали к Юрию грамоту, но ничего не отвечал. Тогда новгородцы стали жечь Юрьевы города и села, Углич, Устье, Мологи. Изяслав хотел идти прямо на Суздаль, но напрасно, прождав долгое время черниговцев, уехал в Киев. Перед отецом он сказал, пусть не приходят черниговские союзники, был бы с нами Бог, и направил новгородцев на Ярославль. Они сильно разорили окрестности Ярославля, но была весна, и вследствие развива рек пришлось вернуться обратно. Северная область была разорена и оттуда уведена в рабство 7 тысяч пленных, как военная добыча Ярослава с новгородцами. Изумительно! Даже здесь, при явной причине их боевым действиям, Юрий Долгорукий не захотел вступить в войну. А ведь этот Юрий совсем не отличался добротой лучших мономаховичей. Святая кровь его рода препятствовала нарушению мира между потомками Творца, домостроя Киевской Святой Руси. «Но зверь непременно победит святых», — говорит пророческая книга Евангелия. Из злая тьма, владевшая душой Ярослава, наконец, вывела Юрия из его миролюбивого настроения. Старший сын Юрия, согласие Ярослава, приехал в родовой город Юрия в Киевской земле, городец, и стал там княжить. Но прошло немного времени, Ярослав выгнал его за сношение с отцом. «Позора своего Юрий истерпеть не смог», — говорит летопись. «И двинулся с войсками на Киев. Шел он, однако, очень медленно и, наконец, остановился у Беловежья, ожидая извинения от Ярослава». Ярослав молчал. Юрий писал сказать племяннице. «Брат, ты на меня приходил, землю мою повоевал, и старшество снял с меня, и теперь брат и сын ради русской земли и христиан не станем проливать христианской крови. Надай мне посадить в Переиславе старшего сына, а ты сиди царству в Киеве». Но Изяслав жаждет только кровопролития. Летопись передает разговор Изяслава с киевлянами. «Мирись, князь, мы не идем». Изяслав отвечает. «Ну хорошо ли мне мириться с ним, когда у меня есть сила?» «Безумно слышать». Сын Святого Мстислава, великого образа любви киевской страны, рассуждает как совершеннейший язычник. И что еще безумнее, по уверению историков он был любим народом. Вот один из тех исторических оборотней, которые знаменят безнадежность киевской истории. И как бы для того, чтобы перед лицом самой истории Христовой, Церкви Христовой, свидетельствовать ее жизненный неуспех, рассказывается следующее. На другой день, когда Изяслав отслушал о беде в Михайловском соборе и хотел уже выйти, епископ Ефимий со слезами стал упрашивать его, «Князь, помирись, дядя, и много спасений примешь от Бога из земли, и избавишь от великой беды». Но Изяслав ответил, «Своей головой добыл я Киев и переславлюсь, с какой стати я буду их выступать без боя?» Изяслав вывел в поле дружину, вспомогательные войска, берендеев, киевлян, союзных черниговцев. Полки сошлись и целый день стояли друг перед другом, как бы в великой нерешительности. Юрий несколько отступил, всячески желая обойтись без битвы. Изяслав совещался со своими, и одни говорили, «Юрий обратился назад, битвы не нужно». Другие напротив поспитали, «Сам Бог отдает врага тебе в руки, нельзя упускать его». Изяслав бросился на врага, в кавычках. Но у Юрия были храбрецы не плоше Изяслава. Таков был сын Юрия Андрея Боголюбский, воин беззаветной отваги. Скоро под их напором дрогнули, побежали черниговцы, берендеевики, киевляне. Дружина Изяслава была разбита, то, что называется, на голову. Когда после сражения Изяслав явился в Киев, граждане обратились к нему встречу. «Отцы, сыновья и братья наши лежат на поле брани, другие в плену или без оружия. Государь добрый, не подвергай города разорений, уходи в свой удел». Изяслав был принужден бежать в свой Владимир Волынский, где, впрочем, недолго унывал. Юрий через три дня въехал в Киев, и множество киевлян вышли к нему навстречу с радостью великой. Юрий стал княжесть в Киеве, а Изяслав сносился с иностранными царями, и вскоре короли польские, богинские и зять Изяслава венгерские вступили в русскую землю. Однако они нашли для себя выгодным в самом непродолжительном времени заключить мир с Юрием. Изяслав, оставшись один, терпел горькие неудачи. Наконец он стал просить Андрея Боголюбского примирить его с Юрием. Андрея, та же и галевский князь, Владимирка устроили ему мир с дядей. Но Изяслав только выиграл время, он ожидал обещанной ему зятем венгерской конницы. И как только она подоспела, быстро двинулся на Киев, на ничего не подозревавших родственников. Врасплох напал на Андрея Боголюбского, который княжил в одном из городов по дороге к Киеву, и скоро осадил Киев. Юрий принужден был оставить город, заняв Киев. Изяслав понял, что лично удержать его не может. Тогда он послал к старшему вроде Вячеславу Пуровскому и предложил занять престол. Прибывший Вячеслав прежде всего захотел мира с младшим его братом Юрием. Он послал ему письмо такого рода «Целую тебя!» «Сколько раз, молил я вас, племянника и тебя, не лить напрасно крови христианской!» «Ну вот теперь Вячеслав почтил меня, как отца! Боишься ли унизиться передо мной?» «Но кто из нас старше? Ведь я уже был бородат, когда ты родился!» «Опомнись, подняв руку на старшего! Бойся гнева Божия!» Юрий ответил, что он признает Вячеслава своим отцом и готов с ним урядиться. «Ну пусть только Вячеслав выйдет из Киева!» Но, конечно, власть была в руках самого Вячеслава. Призывая Вячеслава, он хотел пользоваться только его именем. Вячеслав ничего не мог поделать с племянником. Когда Юрий стал отходить, а Вячеслав собирался преследовать, Вячеслав удерживал его, говоря, «Это уже начало Божьей помощи! Тебе нечего спешить!» Но Вячеслав не терпит никаких советов. Пользуясь скротостью Вячеслава, он распоряжается в городе как высший. Берет дружину Вячеслава и свою, и пускается в догонку за дядей Юрием. Настигает его при одной реке и посылает Вячеславу просить разрешения вступить в битву. Облекая свое желание кровопролития в обычной вели речи, «Мы хотим голову за тебя сложить, честь твою найти!» Вячеслав ответил, как всегда говорил, «От роду неохотник был я до кровопролития! Прошу тебя, остерегись!» Но Вячеслав, не дожидаясь ответа, уже вступил в битву. Юрий изнан из русской земли, и даже удел его родовой городец срыт до основания. Далее идет в летописи припев обычный для Изяслава мирного времени. «Одержав победу, начали жить в Киеве очень весело и дружно». Но немного спустя Изяславом опять обладевает воинское беспокойство, начинает повторять как бы про себя, «А Владимирку будет месть!» Дело в том, что галевский князь Владимирку, тот самый, который вместе с Андреем Боголюбским помогал Изяславу, применится с Юрием, и получил за это несколько городов, городков на Волыне, теперь отказывается их возвратить. Изяслав скоро собирается и идет на Владимирку. Здесь достойно заканчивается его бракоубийственная воинская доблесть. После большой битвы ночью боящество огромное количество пленных галичан опасно для его дружины, он приказал всех пленных сонными перебить. «Владь великий поднялся по всей галецкой земле», — говорит летопись. «Нельзя забыть, что галичане — братья киевскому народу». Вернувшись в Киев, Изяслав весело и пышно отпраздновал свою свадьбу с молодой грузинской княжной, но через два месяца за ним мог и умер. Изяслав в жизни не был ни зол, ни мрач. Напротив, он был всегда чарующе весел, любил угощать народ, умел расположить в себе всех чрезвычайной приветливостью. Конечно, он был эгоист за самозабвение, так любил себя, что ему казалось все свято, что он делает и говорит. Поэтому с легкостью он поминает имя Божие, даже творя Бога противнейшие дела. Видимо, совесть никогда ничем не упрекала Изяслава. В нем есть одна черта, которая роднит его с будущими самодержавными царями, воображавшими себя безответственными божьими помазанниками. Он добивался, самодержу уже приказывали, чтобы народ его врагов считал своими врагами. Эта черта не свойственна духу киевских князей. Новгородцы не дорожили святым братом Изяслава Всеволодом, изгнали его. А Изяслава встречали за много верст, и в угоду им уходили войной на дядю Юрия. Конечно, для этого необходимо было, чтобы в сердцевине народа существовала уже порция. Сказать иначе, Новгород, а также Киев, которые, несмотря ни на что, симпатизировал Изяславу, шли по пути смерти. Последнее время Киевской земли. Глубительная мрачность Изяславу их дел отразилась и на его облике, как он передан в истории. Свет Мономахов, хотя и внешне, еще объемлет этого сына и внука святых, но на его потомстве. Его сын Стислав и его внук Роман Галицкий стали проводниками мрака, облегшего русскую землю. Еще святое борется с этим мраком. Вскоре после смерти Изяслава на Киевский престол призван Ростислав Смоленский, брат Изяслава, привлеченный к лику святых, 1159-67. Миролюбие опять торжествует на Руси. Но как тяжко сердцу святого, стоящего во главе правления земли, свидетельствует непрестанная просьба Ростислава постричь его в иноке Печерской обители. Значит, иссякли те великие силы жизни, которые вдохновили Владимира Мономаха утверждать, что не монашеством, а милостью может спастись. Разросшиеся нечестия почти исключают возможность милости, и потому святым нет места укормил от правления. Однако Ростиславу удается всех умирить. И тот же Сергей Соловьев, который назвал Ростислава ничтожеством по сравнению с Изяславом, теперь противоречит себе и венчает его деятельность похвалой высшей для правителя русской земли. При конце жизни Ростислава повсюду водворилось спокойствие. Но, конечно, спокойствие непродолжительное, только святой мог на момент сдержать притихшие злые силы, требующие кровавых жестоких жертв. Киев подвергнется небывалым мукам. Сын Изяслава Мстислав, который противоречил своему святому дяде Ростиславу во время его правления, не мог с ним ужиться и удалился на валы. Теперь является Киев, чтобы стать его роком. Он править два года казалось бы спокойно, но ненависть, возбужденная кровавым скнижением его отца, тайно собирает огромную рать из одиннадцати князей, вдохновляемых главным врагом Киева, с Суздальским князем Андреем Боголюбским, сыном Юрия, которым Изяслав более всего враждовал. Неожиданно для Мстислава эта рать появляется перед Киевом. Киевляне защищаются, но Мстислав с дружиной в виде неминуемой гибели уходит на валынь. В первый раз мать городов русские берется на щит и затем подвергается страшному опустошению. В течение трех дней победители грабили не только жителей, но и разоряли монастыри, церкви, богатый храм Софийский и Десятинный, брали иконы, ризы, книги, самые колокола. На всех людях стоны тоска, печаль неутешная и слезы неустанные. 1169 год. После этого Киев не мог уже оправиться, и значение его, как стольного города, пало. Старшинство перешло в Суздаль и Владимир. Последующие князья по нравственным своим качествам соответствовали изнеможению Киева. Наиболее видными князьями на юге были сыновья Ростислава Святого. И самым высоким из них, хранившим добродетелем Аномаха, был Роман, князь Смоленский. Два раза его хотели возвести на киевский стол, и он приезжал в Киев, но тотчас являлись препятствия, грозящие междуусобиями, и он уходил, уступая, как все высокие представители его рода. Напротив, младший брат Романа Рюрик довольно продолжительное время княжил в Киеве, умер в 1212 году. Для характеристики этого Рюрика, а также для изображения тех времен, следует рассказать два эпизода из его правления. В 1212 году Рюрик собирался с войском на Запад, чтобы отнять власть в Галицию у князя Романа Смиславовича, внука Изяслава, которая жестокость возмущала сердца русских. При помощи Польши он начал зверски казнить всех, не желавших его правления, и перед тем просивших поляков не отдавать Галицию Роману. Литопическ поясняет, что галичане знали о его жестокости. Показательным для того нового духа, который стал проникать в русскую землю Запада, и в особенности из Византии, казни Романа. Он взрывал живых землю, четвертовал и прочее. Однако Рюрику не удалось задуманное. Деятельный Роман сам с войском явился под стенами Киева. Киевляне отворили ему ворота, и Рюрик принужден был бежать. Роман не остался в Киеве, а ушел обратно в Галицию. Рюрик же наняв множество полосов, приступом взял Киев. И город старично подвергся ужасному разорению. Полосы опустошали дома, храмы, умертили старцев и недужных, оковали цепями молодых и здоровых, полонили жен. Город пылал, везде стонали умирающие, невольников гнали толпами. Киев совсем лишился своего блеска. В церквах не осталось ни одного сосуда, ни одной иконы с окладом. Были унесены драгоценные одежды древних князей. Второй эпизод Рюрикова правления произошел вскоре после первого. Рюрик не остался править в Киеве, но Роман Галицкий, он был женат на дочери Рюрика, через некоторое время предложил ему снова занять престол. Однако, когда Рюрик приехал в Киев, явившись сюда, приказал Рюрика его жену и его дочь свою жену постричь в монахе. Вскоре Роман был убит в стычке с поляками. Тогда Рюрик, оставив монашество, опять провозгласил себя киевским князем. Жена его, напротив, умоляла мужа не изменять монашескому обету и сама приняла схему. Упомянув о казнях Романа, мы сказали, что новый страшный дух зверских издевательств над человеком стал проникать в столь славную своей добротой русскую землю. И вот бесстыдные греческие иерархи в Византии, вместе с императором, участвующие в наложении различных членовредительных наказаний, но у нас в русской правде Ярослава, принужденная не проявлять свой нрав, вдруг находят возможность показать себя. Сохранился один документ. Послание митрополита Константина II об епископе Сеодоре Переиславском. Историка Соловьева сказано, посвящение этого места с другими посланиями митрополита убедило меня, что это именно послание митрополита, списанное дословно летописцем. Сделаем выдержки. В 1172 году сотворил Бог и Святая Богородица новое чудо. И знали Бог и Святая Богородица Владимирская злого владыку Феодорца из ростовской земли. Он не захотел поставления от митрополита. И князь Андрей послал его в Киев к митрополиту. Митрополит Константин обвинил его всеми винами. Вел отвезти на Песе остров, где ему отрезали язык, как злодея еретику. Руку правой отсекли и глаза выкололи. Потому что хулу произнес на Святую Богородицу. Бог спас от звероядного Феодорца людей своих рукою крепкою, мышцею высокою. Рукою благочестивою царской правдивого благоверного князя Андрея. Это мы написали для того, чтобы вперед другие не наскакивали на святительский сан. Все в этом послании типичное византийское издевательство над Христом и Пресвятой Богородицей. Сотворил Бог новое чудо, выгнал Феодорца, унижительная переделка имени Феодора. Как бы пророчество будущей победы византийского духа в русской церкви. Когда московские князья иначе не называли своих ближних, как Ивашка вместо Ивана и т.д. Для русской земли это прозвище звучало нестерпимым оскорблением – еретик. Потому только что не хотел брать благословение у митрополита. И вот этому еретику в кавычках во имя Пресвятой Богородицы, то есть воплощенной христианской любви и милости, выкалывают глаза и прочее. Далее идет византийское идолопоклонство перед царской властью. «Бог спас людей высокой царской мышцей!» Мы не цитируем из послания обвинений епископа Феодора. Ибо они, кроме одного нежелания северного епископа просить благословения у южного митрополита, явная выдумка – византийское коварство, чтобы возбудить ненависть к обвиняемому и оправдать истязателя. Каким образом могло произойти такое дело в русской земле? Разве членовредительства, как наказание, исключенное из русской правды, тем самым не было запрещено в церковной судебной практике? Никогда князья не допустили бы этого. Однако здесь допущено. Объяснение дать легко. Князь Андрей Боголюбский с присущим ему насилием отправил епископа Феодора за благословением к митрополиту. В Киеве же в это время было мрачно и тяжко. Войска Андрея Боголюбского в 1169 году, то есть за три года, разорили город. Масса народу была убита. В течение трех лет князья, быстро сменяя друг друга, не могли утвердиться на киевском столе. Этим временем и воспользовался византийский истязатель. Несчастье епископа Феодора не кажется действительностью в истории русской земли, а каким-то наваждением, злым символом. Тесий остров. Одновременно у человека и глаза выкололи, и руку остекли, и язык вырезали. Но это несчастье есть символ и пророчество. Среди доброй русской церкви высовывается дьявольская абразина. Человеконенавистничеству, византизму, предстоит победить русскую святую доброту и надолго омрачить церковную жизнь. Высокий дух русской земли. Но до этой победы далеко, и она там, в Московском царстве. Киевская Русь погибнет, но не станет сознательно злой. Мы упомянули о жене Рюрика, которая убеждала мужа не относиться легкомысленно, хотя и к вынужденному, но все же святому обету. Это праведное состояние души свойственно еще многим русским людям. Еще высоко Христово исповедание, а истинное исповедание Христа всегда соединено с добротой. Изображение лицописцами высокого духовного состояния некоторых умирающих князей знаменательно. Но, конечно, ни одни князья этого века праведны. Почти в одно время, в 80-х годах 12-го столетия, умерли трое таких князей Роман, Инстислав Ростиславичи и Ярослав, сын Владимирка. О первых двух скажем ниже. Ярослав Галевский, прозванный Осьмомыслом. Причувствуя кончину, созвал бояр священников и нищих и говорил им со слезами. Отцы, братья и сыновья. Вот отхожу я от этого света суетного и иду к Творцу моему. Согрешил я больше всех, отцы и братья. Простите и отдайте. Три дня он плакал перед всеми. Велел раздавать свое имение нищим. Три дня раздавали по всему Галичу. Эта праведная кончина свидетельствует о Божьем участии в жизни. И да за несколько дней Ярослав узнал о своей смерти. Кончина его отца Владимирка была также необычна, но в совершенно ином роде, чем Ярослава. Однажды Владимирка на замечание киевского посла, что он не хочет исполнять обещания, хотя целовал крест, сказал, что мне этот маленький крестик. Выгнал посла Владимирка, направился через двор в церковь к вечерне, но по дороге упал мертвым. К такого же рода внезапности смерти как бы нарочитое относится смерть Ярослава Давидовича. Как мы говорили, Давид брат Олега Святославовича был известный своей правдивостью. У Ярослава брат святой Инок Печерский Никола Святоша. После смерти святого Ярослав присвоил себе его рясу и в этой братней рясе всегда выезжал на битву. Но однажды забыл одеть ее и был убит. Забыл надеть, ибо надлежало отойти от мира. Как в древней церкви Господь близок к людям. Благодать Божия как бы не дает людям долго грешить. Творятся чудеса и в жизни народной. Ничто не задержало судьбы Киева, и он был разорен. Но Новгород, видимо, Господь жалеет. Та же рать Андрея Боголюбского и с теми же начальниками явилась перед Новгородом. Гибель казалась неминуемой. Но архиепископ Иоанн имел видение от Пресвятой Богородицы. По ее указанию вынесли икону на городскую стену. Стрела неприятельская воздилась в изображение Богоматери. Из глаз ее потекли слезы. На сузнестов напал неизвестимый ужас. Они бросились бежать. Новгородцы преследовали их, и войско Андрея было совершенно разгромлено. Вольность новгородцев была спасена на многие-многие годы, даже столетия. Велика вообще была милость Божия к вольному городу. В Москве никогда не было таких изумительных чудес, какие творились в Новгороде. Одно время там жили два святых неродиух, Феодор, Николай и Качанов. Один на Софийской стороне, другой на Торговой. Они часто изображали народную борьбу этих двух сторон. Когда один переходил через реку на сторону другого, последний бросался преследовать его, бросал капустными кочанами и кричал «Не смей ходить на мою сторону!». Добежав до Волхова, они не останавливались, как по суху перебегали реку. Когда в нынешние времена ученые пытаются вникнуть в сокровенный смысл жизни Киева и Новгорода, судить их за неудачу, то, что они могут понять, не присутствуя там и не зная, что такое чудеса, которые происходили в русской земле. Что они могут сказать о неисполнении задач, которые возложил Господь наших изумительных предков, добротой своей славившихся в Европе, не основывая свое исследование на дедах Божьих того времени, историки не в состоянии ничего изобразить. Да разве при тогдашнем страшном состоянии всех христианских народов можно было исполнить до конца завещание Ярослава Мудрого, любить друг друга? Однако в течение целого ряда десятилетий это завещание, хотя и с величайшим трудом, со святым борением все же исполнялось. Поэтому, когда дух народа стал изнемогать, силы вышние, как бы еще надеясь, продолжают помогать русским городам и княжествам сохранить свою вольность, святую независимость от какого бы то ни было внутреннего и внешнего насилия. Ибо любит Господь христианские народы, которые, храня свою вольность, стараются достичь правды Христовой, жить в мире. Тогда на севере дух будущего самодержавия уже начал проявлять свое действие, засенателем был Андрей Боголюбский. Как мы видели, Господь спас от него Новгород. Второе чудесное избавление от этого предшественника самодержавства произошло при нападении Андрея Настислава Ростиславовича Храброго. Вот как рассказывается об этом в летописи. Андрей за что-то рассердился на сыновей Ростислава в 1173 году и прислал им такую грамоту. «Вы мятежники?» «Киев мой!» «Да удали старюрик в Смоленск!» «Давид в Берлат!» «А Мстиславу не велю быть в русской земле!» Мстислав, который с юности навык никого не бояться, кроме Бога, отвечал Андрею. «Досели мы почитали тебя как отца по любви, но когда ты не стыдишься говорить с нами не как с братьями, а как с подручными людьми, то не страшимся твоих угроз, сможешь их выполнить. Идем на суд Божий!» Андрей омрачил со гневом и собрал в судовском княжестве рач пятьдесят тысяч воинов. Воеводе он велел Юрика и Давида выгнать, а Мстислава схватить и привезти к нему. К этой ради присоединились по требованию Андрея, как старшего вроде многих князья. И огромное войско осадило вышгород, где заперся Мстислав. Ничтожная крепость, обороняемая горстью людей, казалась целью недостаточной для такого великого ополчения. Стояли девять недель, бились ежедневно. И вот по ничтожной причине в стане Андрея началась неописуемая тревога. Не слушая ни воевод, ни князей, масса воинов стала кричать «Мы погибнем!» Были мокружены и побиты на голову. И ночью бросились столпами в реку. Мстислав стоял на стене при свете утренней зари. Он видел и едва верил глазам. Бег со многочисленного войска, гонимого как бы сверхъестественной силой, не извергавшись в пучину Днепра. Он поднял руки к небу славе невидимых своих защитников. Мстислав умер через семь лет после этого, в 1180 году. Вот изображение его кончины. Чувствуя, что скоро должен умереть, он взглянул на дружину свою, потом на княгиню, вздохнул глубоко, заплакал и стал отдавать последнее распоряжение. После этого Мстислав поднял руки к небу, вздохнул, прослезился опять и умер. Сильно горевали братья, услышавшие о его кончине. Не было уголка на Руси, где бы его не хотели и не любили, не могли забыть добрости его. И черные клубуки, киевские народцы, не могли забыть его приголубления. Золото и серебра он не собирал, а любя всех, был щедр и к дружине, и к бедным, и к церквам. Когда видел христиан, уводим их в плен погаными, то говорил дружине своих братья, не сомневайтесь, если теперь умрем за христиан, то очистимся от грехов, и Бог вменит нашу кровь в мученическую. Если подаст Бог милость твою, то слава Богу, а если придется умереть, то все равно надо же когда-нибудь умирать. Старший брат Мстислава Роман Смоленский также умер, как праведник. Летописцы характеризуют его чертами несколько иными, чем Мстислава Храброго. Не воинскую добрость его выдвигает, а кротость, смирение, правдивость. Его женя, княгиня Летописец, вкладывает в уста такие посмертные слова. «Правду дано было тебе имя Роман, всею добродетелю похож ты был на святого Романа», то есть святого Бориса. «Много досад приял-то от смолян, но никогда не мстил им злом за зло». Это упоминание святого имени Бориса, добродетель которого лежит в основании, добродетели не только русской земли, но и всей русской церкви. Здесь имеет глубочайшее значение. Роман, сын святого Ростислава, сына святого Мстислава, сына доброго Владимира Романа Маха, умер в конце 19-го столетия, не задолго до исчезновения русской земли. Значит, истинная доблесть не померкла в русской земле до ее конца. Чем же знаменит этот добродетель у Романа Смоленского? Он не мстит смолянам за свои досады. Это значит, что Роман поистине добрая отрасль доброго корня. Никогда не казнил своих врагов, всегда все прощал. Про колонии из московских князей и русских императоров можно сказать то же самое. Роман, подобно святому Глебу, уступает, если дело идет о власти. Когда Андрей Боголюбский потребовал, чтобы Роман, который только что перед этим по предложению самого Андрея занял киевский престол, вышел из Киева, а Роман молча удалился в Смоленск. И второй раз при возникших несогласиях не стал спорить о власти, опять ушел. Но уступая, когда дело шло о власти, Роман не уступал правды Христовой. Вот его святое деяние, запечатленное летописью. Княжевший в Новгороде брат Романа Мстислав Храбрый стал думать с дружиной, куда бы еще пойти повоевать. И придумал пойти на зятя своего, половского князя Мстислава. Слишком сто лет назад ходил дед Мстиславов в Новгород. Взял утвары церковные, отвоевал один погост. Так теперь Мстислав хотел возвратить Новгородскую волось и отомстить за обиду. Он уже стоял с войском в Луках, когда явился к нему посол от старшего брата Романа из Смоленска. А Роман велел сказать Мстиславу «Встислав тебе ничем не обижал, а если идешь на него, а так без причины, то прежде ступай на меня». Мстислав, как бы опомнившись, возвратился в Новгород ни с чем. Здесь характернейшие явления эпохи. Два брата, оба хорошие. Но один сохранил святую трезвую, а другой нет. Воинская доблесть, удаль князей Рюрикова рода, их языческое наследство заставляет Мстислава думать с дружиной. Куда бы еще пойти повоевать? Это удаль, это желание повоевать во что бы то ни стало, своего рода одержимость. Во второй половине 12 века заполнила русскую землю и внешне стала причиной ее гибели. Внутренне, конечно, были другие, более глубокие причины, как мы говорили, порча, сердцевение народа русской земли. И вот удаль, как эмблема язычества, победило святое братство. Сын Мстислава Храброго назван Мстислав Удалой. Когда гибни страна, посещаемая Богом, некто или нечто является символом этой гибели. Мстислав Удалой стал таким символом. Он был прекрасный человек, достойный сын отца. Его можно назвать в своем роде рыцарем. Как только слышал, что нужна воинская помощь, стешил со своей дружиной. Он помогал Новгороду, помогал Сузарскому князю Константину, воевавшему из-за главного престола с младшими братьями, вопреки завещанию отца Всеволода III Юрьевича. Оставив Новгород, Мстислав помогал в Галиции какому-то князю. Но всюду его помощь роковым образом превращалась в неудачу. Константин после блестательной победы прилипится. Севший на главный престол, умер через несколько месяцев. В Галиции отвоевал княжество для одного князя. Немного спустя времени силой обстоятельств должен был воевать в пользу того, у кого отбил волость, власть. Но самое показательное дело для этого последнего князя, благочестивой отрасли Мономахова рода, было его поведение при Калке, в сражении с татарами. Убиль заставила его, не сказав другим князьям броситься на татар, чтобы первому получить победный венок. Татары, уничтожив его отряд, обратились на главное войско, невыстроенный в боевой порядок. Мстислав спасся, но остальные князья были убиты под досками, усевшимися на них татарами. Мстислав удалился в Галицию и уже без славы дожил свой век. Когда в 1246 году по Киевской земле проезжал к татарам пакский миссионер, он встречал по пути лишь бесчисленное множество человеческих костей и черепов, разбросанных по полям. В самом Киеве едва насчитывали при нем 200 домов, обыватели которых терпели страшное угнетение. Русская земля как бы умерла. Одни были убиты, иные рассеялись. Жители восточных княжеств русской земли уже давно начали свое переселение на север. Но они уходили все севернее и севернее, очевидно не в состоянии ужиться с северянами, как их называет летописец. Следы их отысканы в Архангельской губернии. Об этом мы узнаем из того, что южные песни и былины были собраны преимущественно в Вологодской и Архангельской губерниях. Следует заметить, что жители этих губерний славут за хороших людей. Другие жители русской земли оказались на крайнем славянском западе. Когда польские паны стали делить Украину по поместьям, они переселяли сюда своих холопов из Польши. Холопы были потомками прежних жителей русской земли, конечно из более низших сословий. Они и составили то новое племя, которое названо малороссийским. Заключение. Обыкновенно предполагается, что русская земля не стремилась к единодержавию и потому не создала сильного государства. Московское же царство сумело стать крепким. Это неправда. Богом любимая Киевская Русь не имела соответствующего духа, чтобы посредством насилия одного над другими собрать воедино. Первый князь, почувствовавший вкус к самодержавию Андрея Боголюбски, эпитет, выдуманный Москвой, должен был перебраться на север, где он родился. В Киеве с таким вкусом ему было бы не по себе. Оттуда он стал пытаться удовлетворить свою страсть к насилию. Однако русская земля не далась ему в руки. Знаменательно, что его поражение сопровождалось чудесами, как мы показали в войне с Мстиславом Храбрым и с Новгородом. Без единодержавия, оставаясь многоначальной, хотела жить в любви и потому быть крепкой русская земля, и при великой помощи Божией, как мы видели, достигла этого на некоторое время. Но из не могла. Русская земля была пророчеством еще и доселе не наступившей истинной жизни русского народа церкви. А разрушительные силы взяли в ней перевес, ибо высокая жизнь, как знамение и пророчество будущего, не в состоянии быть длительной, являясь те времена, когда утвердиться ей окончательно еще невозможно. Тот таинственный святой город, который, по-русскому поверю, будто погрузился на дно озера, но когда-нибудь снова выплывет и будет жить Китиш, надо бы наискать не на дне озера, а в жизни русской земли. Ученая история и русская земля. Вот изумительно. Русская ученая история стоит на стороне Изяслава Мстиславовича и старается показать ничтожными князей по духу, противоположных этому удалому насильнику. Сначала докажем, что это так, а затем разъясним, что это значит. Вот Сергей Соловьев, в этом отношении дающий тон и всем другим историкам. Обсуждая причины явления на киевском столе Всеволода Ольговича в 1138 году после Ярополка, сына Мономаха, Соловьев как бы негодующе спрашивает, каким образом Мономаховичу позволили внуку Святослава Ярославовича, то есть по шаблону историков Ольговичу, занять Киев, не по отчине. Точный ответ на этот вопрос находим. Соловьев как бы не замечает этого исчерпывающего его вопроса ответа. В обращении старшего, вроде Мономаховича Вячеслава, Всеволода говорит, «Если ты, брат, захотел этого стола, то я, пожалуй, буду меньше тебя, пойду в свой Туров, а тебе Киев». Дело ясно. Предстояло кровопролитие из-за киевского стола. И Мономахович Вячеслав, который всегда повторял отроду «не любил я кровопролитие», уступкой избежал кровопролития. И это было именно в духе Мономаховичей, ибо и Владимир Мономах в то время также предоставил Олегу сидеть в Чернигове и ушел в Переиславль. Не захотел проливать кровью христианской, поясняет летописец. Всеволод по формальному праву его отец Олег не занимал Киева. Не мог получить Киева, однако имел возможность оспаривать его силой, ссылаясь на темноту обычного права об изгоях. Эту возможность Вячеслав предотвратил братской уступкой. Между тем Соловьев говорит о Вячеславе. Старшим Мономаховичем был Вячеслав, но мы видели его характер. Уступчивость Соловьев считает слабостью, бесхарактерностью, делавши его неспособным блести выгоду рода. Блести выгоду рода, по мнению Соловьева, мог в эту пору только один Езислав. По своим личным доблестям он был образцом князя, по тогдашним понятиям напоминая своего знаменитого деда Мономаха и был поэтому единственной отраслью доброго имени. Значит, блести выгоды рода – это захватывать непосторосту киевский стол, изменять клятвию и всюду поднимать междоусобия. Но мы знаем, что дух Мономаха был противоположен всему этому. Отзыв о Вячеславе вовсе не странная исключительность у Соловьева. Такой же пренебрежительный отзыв дается им о святом Ростиславе, князе Смоленском. Святой Ростислав тотчас после смерти своего брата Езислава и дяди Вячеслава уступил своему дяде Юрию Суздальскому в Киев. Послал сказать Юрию, батюшка, кланяюсь тебе, ты и прежде до меня был добр, и я до тебя, кланяюсь тебе. И Ростислав добавляет, что вел войну против дяди только по послушанию к своему старшему брату Езиславу, занимавшему их киевский стол. Излагая это, Соловьев говорит, Ростислав смог действовать к успеху только при брате Езиславе и резко обнаружил свою незначительность, когда пришлось действовать самому. Уступить старшему, вроде принадлежащий тому старший стол, и прекратить, не им начатую межусобную войну, значит обнаружить свою незначительность. Так же, как Соловьев, ученик его ключевский, упоминая о Вячеславе, называет его, очевидно, для потехи аудитории, этот бородатый дядя. Между тем, последнее выражение, взятое из документа истинности, это русской значительности. Именно Вячеслав, призывая своего младшего брата Юрия Сузарьского к миролюбии, пишет о своем старшестве. «Помни, я был уже бородат, когда ты только родился». Так же и другие историки в шутливом томе не говорят о Вячеславе, святом Ростиславе, святом Всеволоде. Дух иронии, присущий Кличевскому, некая усмешка в изложении в другом месте, оказал историку плачевную услугу. Стиранский, поистине святой администратор, в бытности его генерал-губернатором в Сибири, назвал этот фрукт. «Какая же причина унижения учеными и историками тех, кто внутренне верен святорусскому духу, добродетели святого Бориса и Глеба, и возвеличения ими изменника этой добродетели, представителя грубой силы, во имя славы самого себя? Причина понятна. Как мы говорили в предисловии к русскому отделу, божьи дела в истории непонятны историкам-прагматикам, менявшим русских летописцев. Они знали только одну положительную силу, действующую в истории – силу строящегося организма самодавляющего государства. Сила же Божия явленная в подвиге святого Бориса и Глеба, положившая основание главной добродетели русского народа, историками оценивается как нечто слабое и даже уродливое. Эта сила совершенно негодна для устроения государства. Однако это и есть чудо русской земли. Силой Божией была крепка Русь в течение ста лет. Князья со своими княжествами, будучи совершенно независимы друг от друга, сохраняя полную самостоятельность, общий лад, поддерживали взаимными уступками, которые творили чудеса преображения злых князей в добрых, как мы и показывали при изложении киевского периода русской истории. Но историки не только не поняли этого, они даже не замечали подлинной жизни русской земли. Они видели только княжеские междоусобицы. По словам историка Ключевского, выразившего общую мысль историков обо всем киевском периоде, тогда было много неурядиц, много бестолковой толкотни и бессмысленной драки княжеские. В этом и заключается главный мотив тогдашней жизни, по его мнению. Ученые истории, пользуясь тысячелетней давности перспективой, суживают время, и то, что происходило только во второй половине 12-го столетия, относят ко всему времени после Ярослава Мудрого. Фактически они делают это так. Заполняют все пропущенные сто лет подлинной жизни русской земли искусственным изложением непрерывной, будто бы борьбы двух княжеских родов, потомков сыновей Ярослава Мудрого, Святослава Исеволода, Ольговича Мономаховича. Причем один род делает злым вдохновителем всех междоусобий. На самом деле, в течение ста лет это столкновение имело место только в течение трех-четырех лет, и кончилось чудом преображения мрачного от несправедливости, выпавшей на его долю Олега. Но эти годы три-четыре можно считать в жизни всего периода как бы искуплением за обиду одного брата. И эти три года имели глубокое просветляющее последствие не для одного Олега. Заполняясь сто лет почти не существующими тогда усобицами, историки все время скорбят, что у князей русской земли не было государственного инстинкта, как эти историки его понимают. Для этого необходимо проявление одной воли или силы, подчиняющей себе все остальные воли. Исвеслав действовал во имя свое, не имея решительно никакой цели государственной, однако характер его действий, его сила именно такого рода, какая необходима для строения настоящего государства. Он был предшественником в духе Андрея Боголюбского, которого история считает зачинателем строения крепкого единодержавного царства. Быть может, за это и канонизировала его церковь времен Иосифа Володского и его учеников, променявших церковь и Христа на государство и царя. Своей силой Исвеслав Мстиславович вызывает симпатии историков. К себе и антипатию к князьям, противоположного ему духа. Его сила, как еще нечто неосознанное, несознанное, как некий еще закрытый в землю клад, но именно та, какая нужна в их томлении по государству. Исвеслав был их утешением среди всеобщей слабости характеров. Чтобы яснее выразить нашу мысль, обратим внимание на нечто, происшедшее с историком Ключевским. Однажды, по изображению импийского периода, ангел русского народа церкви коснулся его своим крылом, и в сердце историка возникло беспокойство. Он задал себе вопрос и захотел непременно ответить на него. Почему народ русский доселе помнит старый Киев, непритворно любит его и чтит, как не любил и не чтил ни одной из столиц его сменивших, ни Владимира на Клязьме, ни Москвы, ни Петербурга? Удивляясь этому, по его мнению, странному явлению Ключевский, старается отыскать причину. Однако все его предположения доказывают только, что причины любви русского народа к древнему Киеву найти он не в состоянии. Ибо он, как и все ученые, собратья не знали, чем жива была русская земля. Первое предположение Ключевского, что на поверхности общества было много тогда движения, а люди вообще неравнодушны к временам, исполненным чувствуя движения. Автор называет эстетическим удовольствием поздних наблюдателей. Причем же тут народная любовь к Киеву. Второе его предположение. Русская земля, механически сцепленная первыми киевскими князьями из разнородных этнографических элементов в одно политическое целое. Теперь, теряя эту политическую цельность, при междоусобиях впервые начало чувствовать себя цельным народным или земским составом. Историческая эпоха, когда народ почувствовал себя чем-то цельным, всегда особенно глубоко врезается в народной памяти. Если эта мысль о своем земском единстве возникла у тогдашнего народа впоследствии княжеских междоусобиц, когда общество всеяснее видело, что ему самому приходится искать выхода из затруднений. И поэтому киевлянин все чаще думал о Черниговце, о Черниговце, о Новгородце. То неужели русский народ доселе, именно за эту тогдашую умственную политику помнит, любит и чтит Киев? Даниил продолжает далее искать, что же именно единило русских людей в киевский период. Киевский останавливается на именовании тогдашней России русской землей и хочет отсюда сделать соответствующий вывод. Что-то как будто осенило его, и он припоминает, как игумен Даниил, паломник из Черниговской земли, земли наиболее обособленной, замечает автор, ставил на гробе Господня в Иерусалиме лампаду от всей русской земли, за всех князей и за всех христиан русской земли. Но не делая отсюда никакого вывода, Киевский точится, отклоняется в сторону и вспоминает, что слово о палку Иговоре тоже проникнуто живым, общеземским чувством. Хотя ферниговцы, но разбитые, они ложатся на землю русскую. Тоска разливается по всей русской земле. И вот наконец Киевский делает заключение. Везде русская земля, и ни в одном памятнике не встретишь выражение русский народ. Это от того, что пробуждавшееся чувство народного единства цеплялось еще за территориальные переделы земли. Ибо заключает Киевский территорию более доступно пониманию. Территориальные пределы. И так, значит, чувство, общая территория рождало чувство единства во всем русском народе. И это один из ответов Киевского, за что русский народ засели, помнит, любит и чтит древний Киев и его время. Киевский, бесспорно, был очень умный человек. Но для того, чтобы говорить о единстве киевской земли и любви к ней русского народа, доселе необходимо иметь ум Христов. Те высокие понятия, которые для своего простого, всегда простого, изъяснения требует ум Христов, всякий иной ум, размышляющий о них, разоблачает, как совершеннейшее ничто. Киевский немного потрунивает над летописным взглядом на историю. Но, конечно, тогдашние летописцы знали очень хорошо, что и винило в киевское время русский народ. Если они об этом не говорят, то только потому, что это была простая истина, всем известная. Дух, который заключен в их летописи, как бы вопиет об этом в каждой мысли и слове. Единение всех крещеных жителей русской земли рождалось от духовного сознания себя членами и сынами единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви, а друг друга братьями во Христе. Отсюда и обращение к ней век, народу и навече народа друг к другу. Братья моя, милая! И обращение это не было условной ложью. Радость единения в эту пору бытия русского народа к Церкви шла от самого Господа Иисуса Христа к главы Церкви. Ибо у жителей русской земли ничего не было ближе, дороже, роднее Церкви. Тогда не существовало единого мощного государства российского, которое также можно любить и чтить. Но ничто так не удаляет от Господа, как наличие иного, кроме Церкви, общего чувства единения. Величие, мощь, гроза соседей моего государства, Отечество, затмевает любовь к Церкви, как к братскому соединению, и ко Христу, как единой цели всего на свете. То, что впоследствии выразилось в особом исповедании «Москва – третий Рим, а четвертому не бывать» и велось выражением гордости от сознания государства, как некой самодавляющей силы и Церкви, как православной, отличной от всякой иной и высшей, чем все другие. И знаменателен этот усвоенный с тех пор эпитет «Православная церковь» вместо «Христова церковь». Фраза «А четвертому не бывать» свидетельствует о потере надежды на будущее благодатное состояние, предсказанное в Откровении Святого Иоанна. Надежды, которая сияла в самой жизни русской земли, любимой Господом и творящему в ней чудеса. Да, в русской земле при полной разобщенности интересов и целей у княжеств и городов все было особенное у Новгорода, у Киева, у Чернижева, у Суздаля. Различии в привычках и в древних обычаях, разности этнографических вкусов, поляне, древляне, северяне, черемице и прочее. Только одно было общее – Свет Христов. Свет Христов просвещает всех. И вот русский народ доселе любит ищить древний Киев, как ищетил ни Владимира на Клязме, ни Москвы, ни Петербурга. Ибо в сердце его никогда не угасает воспоминание о том времени, когда русский народ единил только Христос. В киевское время было духовное состояние, которое ставит Церковь Христову на ту высоту, которая названа в Евангелии так. И, зажегшись свечу, не ставит ее по сосудам, но на подсвечнике. Да светит всем в доме. Святильники, зажженные в русской церкви Господом Иисусом Христовым, сияющие Духом Святым, тогда святили всему народу. Ибо святые не были подавлены силой иной государственной или церковной иерархической. Никакая власть не стояла высоко. Мы видели, как простой ингумен монастыря Святой Феодосий подсчитался не только как праведник-молитвенник, но как друг и высший советник князей, и высший судья над городскими судьями. Тогда никто из князей не дерзал оставить в туне печалование священнослужителей. В русской земле чтилась не иерархия, а святость. «Видит Бог», — говорил святой Симон, епископ Суздальский, «я, епископ великих областей, всю свою славу и власть счел бы за ничто, если бы мне хворостиной торчать за воротами или ссором валяться в Печерском монастыре». Время святого Сергия Радонежского Мы говорили об общине Совершанной Церкви в Киевской Руси 11-12 веков. Через 300 лет Господь снова являет свою силу и славу в русской церкви, но уже в некотором ином общении святых, подобно святому Антонию, святому Феодосию среди Печерской братьев. Ведь здесь среди многих славных христовых свидетелей великим Божиим светом, сиянием, поставят святой Сергий из Радонежа. Та же, как и в Древней Руси, теперь князья и митрополиты стараются ставить монастыри по городам, но святые будто гонимые уходят отсюда в далекие пустынные места. Члены Церкви совершенно не в состоянии собраться в одну святую общину, подобно Печерскому времени, когда Господь собрал, по выражению летописца святого Нестора, своих святых в центр Киев, ибо теперь дух времени не таков, и они расходятся в разные стороны, и бывают в растении. Им как бы уложено в сердце, призывавшему их на служение Господом, к тяготению, к одиночеству, уходы в безлюдие. Об этом говорят все жития святых того времени. И вот про первого же святого Сергия так говорится в житии. Он и не думал строить обитель, не желал собирать около себя братью. У него было одно заветное желание укрыться навсегда от мира в глубине непроходимой части лесной, чтобы мир никогда не нашел его и совсем забыл отшельника. И святой Сергий долго был ждал по лесу, и наконец останавливается на одном месте, удаленном не только от жилища, но и от всяких дорог человеческих. Здесь он строит себе келью, и рядом небольшую церковь, управа не один, а с братом, с родным Стефаном. Но последний вскоре уходит. Ему не по душе такая великая отсоединенность от людей. Стефан возвращается в городской монастырь. Святой Сергий надолго остается один и почти непроходимый чаще леса. Если проследим жития святых того времени, найдем, что все сказано о святом Сергии, повторяется и в прочих житиях. Стефан Махрицкий, пришедший из Киевского Печерского монастыря, поставил себе келью на берегу реки Махрицы, приблизительно в 35 верстах от сергиевской кельи. Своими руками рубил лес и обрабатывал землю, чтобы иметь пропитание от своих собственных трудов. Желая сохранить безмолвие, он сначала не хотел принимать приходивших к нему. Другой, переселившийся из Киева, святой Дионисий, выкопал себе пещеру на берегу Волги, близ Нижнего Новгорода, и тоже долгое время жил один. В далеком краю, в Дубравах-Вологодске, поился святой Сильвестр. Он остановился в глухом лесу, водрузил крест, поставил келью. Долго окрестные жители не знали о пребывании отшельника в лесу, но один из них, судившись с дороги, увидел пустынника, одетого в рубище, который изумлен был появлением человека, и рассказал путнику, что он давно уже живет здесь, питается травами и кореньями, и не желает, чтобы узнали о нем люди. Святой Павел Обнорский некоторое время жил около кельи святого Сергия, потом удалился вглубь леса и прожил там 15 лет. И опять ушел, но некоторое время приютился в обители святого Кирилла Белозерского, но и оттуда ушел. В далеком Комельском лесу нашел дупло старой липы и три года пробыл в этом жилище. Но, как говорится в житии, по внушению Божия оставляет дупло своей липы и приходит на реку Нурму, впадающую в реку Обнору. Здесь построил хижину, почти такую же тесную, как и оставлено им дупло. Когда однажды другой святой постриженник, Афанасий Афонский, Сергий Нуромский, задумал посетить Павла, он, придя, увидел чудесную картину. Павел стоял в лесу, стая птиц велась вокруг него, мелкие пташки сидели на голове и на плечах старца, и он кормил их из рук. Тут же стоял медведь, ожидая себе пищи от пустынника, лисицы, заяц и другие звери бегали вокруг, не враждуя между собой, не боясь медведя. Не пустыни это слова, когда житие говорит, что по внушению Божией святой меняет свое местожительство, уходит искать новое. Никто не знает, что происходит в душе свидетеля верного. И как передать это, чтобы поверили, что было внушение Божие. Но вот в целом, в ряде житий мы встречаем образные подтверждения Божьих указаний. Так Кирилл Белозерский, когда еще жил в московском Симоновом монастыре, однажды ночью, читая Акасис Божьей Матери, услышал от иконы голос «Еди на Белое озеро, там тебе место». И перед духовным взором его возник чудесный ландшафт, озаренный светом. Когда спустя некоторое время он отправился на Белое озеро, то вскоре нашел место, указанное в видении. Так Авраамич Чухлонский, удалившись страну Галическую, был остановлен перед горой, на вершине которой сиял образ Пресвятой Богородицы. И здесь построил он храм Успения Богородицы. Во многих местах, где должен был поселиться тот или иной Божий человек, окрестные жители задолго слышали звон колоколов, или чудесное пение, или видели дивный свет. Это означало, что означало это удаление в пустыне святых, и желание отъединиться, отъединенности не только от города, но и вообще от людей. Ведь не напрасно глава Церкви Христос посылает своих священников, починенных из Седека, для духовной помощи людям. Чтобы всесторонне осветить этот вопрос, нам необходимо раскрыть нравственное состояние общества того времени. В предшествии сонно святых, о которых идет теперь речь, были посланы Богом два свидетеля верных не в пустыню, как эти, а в самый центр тогдашней Руси. Их приход был великой милостью Божией, продолжающимся особым попечением Божьим о русском народе. Мы видели это особое попечение еще в Киевской Руси, когда в стольном городе явилось Господне чудо. Церковь совершенная, быть может, прообраз Нового Иерусалима. Возможность такого прообраза в поместной церкви указана в откровении Святого Иоанна. Теперь в Москве начиналось слагаться единство русского государства. И вот для духовной помощи строителем этого единства является святой митрополит Петр в 1308 в Москве, в 1325 умер в 126. А через некоторое время святой митрополит Алексий родился в 1300 году, митрополит 52-го, умер в 1778. Как же отвечала Москва на эту святую заботу о ней? Правильный ли стал ее путь? Не тотчас выяснилось истинное отношение правителей Москвы к Божьим посланникам. Вначале можно было думать, что устанавливается великое согласие между ними. В Москву, говорит, житие привлекла святого Петра любовь к князю Иоанну Даниловичу, известному миролюбием, набожностью и необычайной щедростью к бедным. Вспомним, что эти качества являлись основными у Владимира Мономаха, лучшего образа князей русских. Иван Калита умер в 1340. По слушанию святым оказывали и сыновья Калиты Симеон 40-52, который был так же миролюбив, как и отец, и в духовном завещании написал, «Вликих людей не слушайте, слушайтесь во всем отца нашего Алексея и царствовавший после Симеона Иоанн II, умер в 1359-м, за мякосердечие, прозванный Кротким». Таким образом, все казалось бы хорошо. Однако в житии святого Сергия Радонежского, начавшего новую эру святых, о временах княжения Иоанна Калиты читаем следующее. «Родители святого Сергия переселились из Ростова в Радонеж, в край малозаселенный, спасаясь от притеснения московского воеводы, который поборами довел многих ростовцев до крайней нищеты, и жестокость которого простиралась до того, что он повесил вниз головой ростовского градоначальника престарелого Аверки и в таком виде оставил его на поругание. Нельзя не обратить внимание, что именование святого Сергия Радонежским напоминает о месте, куда родители его спаслись от московского насилия. Но ответственный, недобрый Иоанн Данилович в злом управления своего воеводы. Вот замечательный разговор на эту тему полоцкого епископа Симеона с полоцким князем Константином, который, желая посмеяться над своим туином, тюном, судьей, сказал за обедом Симеону, «Где будут наши тюны на том свете?» Симеон отвечал, «Тюн будет там же, где и князь». Константин с неудовольствием произнес, «Тюн судит неправильно, берет взятки, мусит людей, а я что худое делаю?» Епископ объяснил, «Если князь добрый и богобоязненный, жалеет людей, любит правду, то он всегда сумеет найти судью доброго и богобоязненного, умного и правдолюбивого. Если же князь без страха Божия не жалеет христиан, не думает о сиротах и вдовах, то невольно поставляет всегда и начальника злого, нерассудительного, сколько бы доставлял ему деньги. Пускай от него, как голодного кса нападаль, губит людей, это речь не вброса прямо в глаз московскому правителю. Он был очень добр, но также был очень занят собиранием казни, калита, мешок. И вот как бы невольный инстинкт собирателя денег побежает в веление доброго сердца. И в правители посылается человек, умеющий хорошо выжимать деньги из усиления. Это осталось типичной чертой в Москве. При Алексею Михайловичу Романове, когда доброта окончательно была съедена интересами казны, мы видим эту казну как лютого врага правды. Народ принесен ей в жертву. Сверху это отметить, что в историческом предании облик Иоанна калиты двоится. Сквозь доброго человека проглядывает непривлекательный образ купца с капидома. Это запечатлено в его прозвищу мешок столица. По одним известным Иоанн носил мешок с мелкими деньгами, чтобы раздавать всегда нищим. По другим носил всюду с собой свою казну в мешке, чтобы никогда с ней не расставаться. Святого митрополита Петра можно назвать странником русской земли. Он временами гостил в Москве. Но святой митрополит Алексей все время своего святительства прожил в столице. Его правление тесно связано с княжением сына Иоанна II Дмитрием, прозванным Донским. Дмитрий 11-летним мальчиком остался на подпечении митрополита. Какие же добрые плоды святости Божьего посланника можно найти в княжении Дмитрия? По историческим данным и по житию святого Алексея представляется, что все внимание митрополита было направлено на утверждение единой держави и на возвышении Москвы. Совсем не видна та великая сторона жизни святых в посленность в центр государства, в которой святой Феодосий Печерского так необычайно сияла и знаменала с постоянным избавлением множества малых стих от рук сильных. «Ты многих избавляешь!» воскликнула одна женщина Феодосию. Мы видим, что двери дворцов и даже суда были открыты для Феодосия. Для суда он имел возможность восстанавливать правду и творить милость Христову. Москва не любила выдавать тайну своих судилищ. Невозможно даже представить себе, чтобы святые являлись в московские суды, как божьи посланники. Московские историки, напротив, любят отмечать государственную пользу святых. В таких свидетельствах нет недостатка в свидетельствах удручающих. Так, например, чертаем, митрополит Алексей послал в Нижний Новгород преподобного Сергия объявить князю Борису, чтобы шел судиться к великому князю в Москву. Борис отказывался. Тогда святой Сергий согласно воле митрополита затворил все храмы в Нижнем, а великий князь сдвинул войска свои и Борис уступил. Однако не сказано, чего Борис испугался больше, войска или закрытие церквей. Заметим, что практика закрытия храмов из-за королей и князей, то есть лишения всего народа таинства христовых, принадлежит творчеству римских пап типа Григория VII. Сначала бы здесь было подражание. Киевские митрополиты и вообще священнослужители постоянно выступали примирителями, навсегда без насилия. Конечно, только в послушании митрополиту спелят рассматривать действия святого Сергия. Невольно приходит на память страшное слово святого Франциска Осийского «Будь послушен как труп». Но святого Алексея было оказано давление государственной власти. По слову Апокалипсиса «Зверь победит святых». Москва умела в своей выгоде пользоваться силой святости. Впрочем, уверен, что святой Сергий только безуспешно умолял князя Бориса. Церковь закрыта администрацией города. Вот еще одно темное и страшное место в житии святого Алексея. Советники великого князя Дмитрия убедили его и святого Алексея призвать сверского князя для примирения в Москву. Но здесь князь Михаил был арестован и некоторое время находился под стражей вместе со своими боярами. В большом негодовании уехал он по освобождению в Тверь. В особенности князь был возглушен на святого Алексея, жаловался на него патриарху и говорил «Великую веру и любовь имел я к этому митрополиту, а так был посрамлен и обманут им». Это несчастное событие еще сильнее разожгло вражду между Тверью и Москвой. Предполагают, что скором освобождении Михаила способствовал приезд ордынских князей. Мы же думаем, что митрополит Алексей невольный виновник ареста. Денно и ночью упрашивал Дмитрия отпустить князя и тот наконец согласился. Жестокость воевод Дмитрия нисколько не остывала, а напротив увеличивалась. Так по усмирению мордвы пленных привели в Нижний и там всех затравили собаками на льду Волги. Еще одно московское дело, которое произошло тотчас как бы духа не хватило совершить его при жизни святого митрополита. На Кузьковом поле, где теперь Сретенка, была совершена первая торжественная публичная смертная казнь. Было множество народа и многие плакали, говорит летописец. Большинство историков не придает никакого значения этому событию. Напротив, удивляется, что летописец горестно подчеркнул совершение первой публичной смертной казни. История Москвы так приучила всех к смертным казням, да еще квалифицированным, что невозможно понять, откуда тоска летописца при столь обыденном явлении. Но древняя история, конечно, знала, о чем печалится. Ведь здесь впервые был нарушен закон русской правды. Там сказано, что вновья Ярослава Мудрого Язислава Святослава Всеволода, собравшись отменили месть, заменив ее штрафом. То есть они совершенно отменили убийство за убийство. Карамзина за ним и другие называют это полной отменой смертной казни русской правды. Впрочем, о публичной смертной казни вообще не слыхивало никогда древнее русское законодательство. Но мало того, что смертная казнь была нарушением русской правды, она была по руганиям завета наиболее чтимого на Руси князя Владимира Мономаха. Не убивайте ни правого, ни виновного, ибо жизнь христианина священна перед Господом нашим. Любимый всем народом русский киевский домострой по учению детям Владимира Мономаха выкидывался вон и уступал место иному московскому домострою по духу напоминающему византийский судебный сборник Эклогу. Характерной особенностью подобных сборников Византии было уснощение текста цитатами Священного Писания, не имевшими ни малейшего отношения к смыслу книги, так как все рубрики наказания были испечены членовредительством, отрубанием ног, рук, выкалыванием глаз. С этой дикой жестокостью иступила в борьбу русская правда, заменив все византийские казни денежным штрафом. Этой кощувственной лжи Священное Писание наряду с мрачным зверством, ее пещерская обитель противопоставляла Христову правду великой милости. Теперь начинала побеждать и клого византийское. Так отвечала Москва и еще дерзость не отвечала, как увидим ниже, на доброту Господа, посылавшего ей в духовную помощь своих свидетелей верных. Пропасть разверзлась между ними. И вот в конце жизни Святого Алексея происходит знаменательное событие. Петрополит пригласил к себе в Москву Святого Сергия. Во время беседы с ним Святой Алексей вдруг приказал служителю принести золотой парамандный крест и хотел надеть его на Святого Сергия. От юности не носил золото, тем более старости желаю пребывать в нищете, сказал Святой Сергий, тем отклоняя драгоценный подарок. Тогда Святой Алексей открыл смысл этого подношения. Он желает видеть Сергий своим преемником на московской метрополии. Но еще решительнее ответил Святой Сергий, если не хочешь прогнать мою нищету от своей святости, не говори больше о том, что для меня невозможно. Как могло возникнуть по видимости столь соблазнительное несогласие между двумя святыми, то есть людьми, которыми руководит Дух Святой? Рассмотрим глубже это событие. Святой Алексей внезапно для Святого Сергия хочет надеть на него золотой крест, как знак посвящения его себе в преемнике. Тут прежде всего изумляет, что Святой Алексей даже не спросил у Святого Сергия его согласия, а сразу приступает к делу. Почему так? Он привык к его послушанию? Да, это верно. Невозможно в данное время найти более смиренного человека по послушанию, чем Святой Сергий. Ведь он послан на землю, как образ Бога, носившего зрак раба. Послушан, как самый верный раб. Раб, но и Бог. И вот вдруг уже не как раб распятый на земле, а как Бог, восстевший одесную Отца. Глава Церкви, которому дерзают указывать ведомый только ему его путь, отвечает сам своего свидетеля верного повелительного, не порабощая, если не хочешь, чтобы меня навсегда из этих мест, так что и не найдешь меня, чтобы я ушел. И мгновенно тот, кто в земной церкви поставлен, как ее начальник, митрополит святой Алексий, становится смиренным, как последний раб и замолкает. Добровольно? О, да! Ведь тут не такой иерарх, который воображает, что вместе с иерархической властью имеет и власть духовную повелевать святым, а два святых, два священника по чину Мельсиседека, посланных в церковь Христову на земле, и один старший, как иерарх, в церкви немощного ее состояние оказывается младшим, как свидетель верный, ибо голос Божий обращается к нему не непосредственно, как всегда со святыми, говорит Господь, а через уста другого свидетеля верного и наставляет его, раскрывает Божью волю. Ты, желая себе в преемнике святого Сергия, не по Божьему решению возжелал этого. Но неужели предложение святому Сергию сана митрополита было случайностью, ошибкой святого Алексея? Безумие так думать. В жизни святых, то есть людей, руководимых духом святым, не происходит столь грубых случайностей. Нужно думать, что это событие было допущено Богом как знамение. Понять это следует так. Приглашение святого Сергия на московскую митрополию жизненно вытекало из обстоятельств того времени и душевного состояния святого Алексея, однако совершенно не входило в Божье промышление о церкви. И святой Алексей, как человек Божий, должен был бы заранее получить уведомление свыше, что не следует ему вызывать святого Сергия для этой цели. Но Господу было угодно через решительный отказ святого Сергия отца на московского митрополита преподать грозное поучение последующим иерархам русской церкви, и потому изображенное нами выше собеседование двух божьих людей было допущено. Нет затруднений в раскрытии смысла Божия поучения. Так говорит Господь, святых моих больше не даю на московскую митрополию, ибо тут не хотят слушать Те Духа Святого. В пустыню направлю их вдаль от ваших царственных мест, и вы, будущие иерархи, нерожденные свыше, со страхом великой ответственности принимайте свой посох, ибо легко здесь впасть в противление мне, служа земным владыкам. Этот голос Божий является испытанием для последующих русских архиереев, для тех, кто больше верит в величие своего епископского звания, чем в правду Христову. Он остался глазом вопиющего в пустыне другим, имеющим уши, чтобы слышать этот голос уязвляет сердце, а мы, кто златоносцы, негодящиеся быть телениками у преподобного. И больно нам, когда считаем это в житии преподобного, говорит Никанор, архиепископ Чарсонский. Совсем иначе звучит речь митрополита Филарета. Великий Отец Наш Сергий, как бы в некоторое вознаграждение православной церкви за то, что не отдал ей в епископство самого себя, в обилие возвращает под тени своих сынов, своей сынов, послушания и разума духовного, которых потом избрание церковное призывает к епископству. Это путанно витиеватая речь может быть изъяснена гораздо проще. Из сергиевской лавры вышло 79 архиерей в разных цанах. Филарет называет это вознаграждением Христовой церкви за то, что святой Сергий не согласился быть митрополитом. Мысль это, конечно, нисколько не умнее той, как если бы кто-нибудь сказал так. Гениальный архитектор гений отказался строить здание в городе. Зато множество архитектора, собравшись из тех мест, где жил гений, выстроили здание и тем вознаградили город за отказ гения. Гипноз архипастеря столь велик, что мысль митрополита Филарета цитирует с благоговением все пишущие о святом Сергии. Тогда как над равнозначащей мыслью все бы смеялись. Обстоятельства, которые побудили святого Алексея на дело, Богом не предназначенное и его душевное состояние, порожденное тяжким состоянием гонимой, необходимое здесь определение церкви таковых. То, что мы сейчас будем излагать, названо современниками церковной скнутой. Она длилась более 10 лет и кончилась только со смертью князя Дмитрия в 1389 год. Князя Дмитрия Ивановича Донскому не дал год до смерти святого Алексея в 1378 год. Понравился один священник из Коломны Михаил, человек видный наружности, чрезвычайно красноречивый, умный, начитанный, знал все старинные повести, книги и притчи. Дмитрий сделал своим духовником и когда в Спасском монастыре в Кремле освободилось с места архимандрита, князь стал упрашивать Михаила занять это место. Михаил долго отказывался. Наконец князь сказал так «Ты видишь, что митрополит стар, а после его смерти мы тебя изберем, митрополит, только постригись в монахию». Михаил согласился. До обеда постригли его, а после обеда сделали архимандритом. В самой передаче летописи этого события слышится ирония до обеда, после обеда. Но как мог допустить до такого легкомысленного постравления в Верхнем Андрит высокий церковный человек, как митрополит Алексей? Ведь без него же не могло состояться подобное дело. Очевидно, ему пришлось уступить, дабы не оказаться в ссоре с власть темущими. Уступить, правда, не в главном церковном, но все же очень чувствительном для благообразия на святом месте. Из того, что летописи употребив иронию легкомысленного поставления, ни малейшим словом не обмолвивался, что со стороны митрополита было затруднение к нему, мы должны вывести заключение, что это было нечто обычное. Митрополит как бы уже привык уступать молча. Но то, что происходит далее, раскрывает вообще тягостнейшее положение святого Алексея. Митрополит уступил, но нечесть и усугубляется. Стали просить, чтобы святой Алексей назначил себе в преемнике Михаила. Просил и сам Донской. Просили по его просьбе бояре, просили его брат Владимир. Приставали долго и мучительно. Напрасно отнекился святой Алексей, ссылаясь на недавнее монашество Михаила, на его неопытность. Дмитрий, привыкший во всем ладить в свою пользу с митрополитом, не унимался. Откровенная беззастенчивость посыдного дела. А что бы то ни стало ради капризного. Мне он нравится возвести сам митрополит от человека не только неподходящего, но и в высшей степени, как увидим ниже, недостойного. Говорит о нестерпимом страдании, в которое, очевидно, уже давно превратилось в правление митрополии святого Алексея. Ведь он был святой, образ Христа поставлен для доброты, то есть без всякого насилия обвести правду достоинства Христа в церкви. И вот теперь в конце жизни от него требуют назначить в себе приемники человека, который, несомненно, станет делать противоположное всему, для чего послан был в церковь свидетель верности святой Алексей. То есть предлагают, если можно так выразить, охватая за горло, самому уложить в гроб божье дело на Руси или иносе сказать взбить гвозди в руки и ноги вновь распинаемого Христа в его церкви. По сущести дело о том, кто должен принять митрополию в Москве. На основе церковного благочения не могло быть и речи. Давно уже патриархом Константинопольским, который в то время оставил и благословлял митрополитов на Руси, был поставлен в Южную Россию в Киев к Киприян. Он по благословению патриарха и должен был принять митрополию всей Руси после смерти митрополита Алексея. Но Дмитрий наотрез отказался принять к Киприяна и требовал Михаила, своего любимца. Конечно, митрополит Алексей никого никогда не забывал, кто ему назначен законным преемником. Но он видел, что церковное послушание все равно будет нарушено и предстоит нечто гораздо худшее. В отчаянии как бы исчез спасения мысли восстановилась на бесспорном казалось бы решении вопроса. На Руси жил всеми чтимый праведник и чудотворец. Назначение его преемника митрополита заставило бы умолкнуть противящихся, ибо в те времена на верхах его еще чрезвычайно считались теми, кого весь народ почитал святым. Мысль о святом Серге, как митрополите, овладела изнемогающим в борьбе с святым Алексеем. Из того, что святой Алексей задумал дело, которое Бог не благословлял, мы видим на жизненном примере, что антихристовые силы, накопившиеся в церкви, могут помрачить даже сознание святых, как бы на момент ввернуть их в бездну неправедности. Но на помощь им приходит благодатная сила Духа святого, в данном случае решительный отказ святого Сергия, она трезвит их и возвращает на стезю Господню. Эта благодатная помощь могла бы явиться и до вызова святого Сергия. Но Богу на этот раз было угодно, допустив невозможное дать получение будущим векам. Отказавшись от сана, святой Сергий обещал поговорить с Дмитрием и посоветовать ему не противиться приезду на митрополию Киприяна. Однако советы его не были приняты. Вскоре святой Алексий скончался в 1378 год. Святой Сергий снова обратился к князю, убеждая его принять митрополита Киприяна. И опять безуспешно. Между тем митрополит Киприян уже ехал в Москву. Из дороги послал письмо святому Сергию и его племяннику Феодору и гумену Московского монастыря, извещая их о скором прибытии и о своей радости видеться с ними и насладиться духовной беседой. Святые посадили на встречу Киприяну гонцов, послали гонцов, но последние по приказанию Дмитрия были возвращены людьми князя. Когда Киприян приехал в Москву со святой и багажом, то был арестован боярином Никифором, голодный, полураздетый, заключен на ночь сырую клесть, а наутро с позором на клячах выслан из города. Лошадей весь багаж митрополита и его свиты отняли. Как Киприян жаловался во втором письме святому Сергию, выслан с позором без обуви и даже без сорочек. Митрополит с горячей спрашивает святого Сергия, как же вы, отрекшись от мира, видев такую злобу, умолчали? Почему не растерзали свои одежды и правду не свидетельствовали перед царем? Ведь я, Бог знает, любя ехал к князю, от чистого сердца, как законно поставленный высшим иерархом. На это длинное жалобное письмо ответил святой Сергий и смягчил сердце Киприяна. В третьем письме к святому Сергий Киприян благодарит его за утешение и за то, что он признает его правоту и заканчивается так, а вы не тужите, молите Бога, чтобы нам свидеться и утешиться весельем духовным. Письма святого Сергия к митрополиту Киприяну не дошли до нас, иначе мы, конечно, узнали бы, как кто жил, то есть страдал святой Сергий от прихоти и самодержавства князей. И как тяжело было для святых общений с высокопоставленными людьми того времени. Письма святого Сергия пропали. Понятно, почему пропали. Необходимо было сохранить весь блеск ореола победителей на Куликовском поле и незапятанность отношений между Демитрием Донским и святым Сергием Радонежским. Когда Киприян был изнан, Михаил, про которого летописец говорит, что никто не был в такой чести и славе от великого князя, как он. Ни в чем ему не было отказа, все почитали его как царя какого и все любили. Михаил вошел в митрополитий двор, оделся в митрополитии одежды и начал обращаться и даже нахазывать духовенство как митрополит. Не предполагая ехать в Константинополь за посвящением к патриарху, он просил князя созвать собор, как это бывало иногда на Руси, избрать его тут же в Москве. Собор был создан, но на нем судорский епископ Дионисий обратился с упреком к князю, что он нарушает традицию церкви поставить митрополитов в Константинополе. И Димитрий несмотря на все свое пристрастие к Михаилу не осмелился настаивать на его избрании без согласия патриарха. Михаил стал готовиться к отъезду. В это время Дионисий получил грамоту от патриарха с просьбой приехать в Константинополь по некоторым церковным делам. Так как Михаил подозревал, что Дионисий тоже хочет стать митрополитом, он просил арестовать его, Димитрий посадил Дионисия под крепкую стражу. Тогда Святой Сергий поручился за Дионисия. Тот был освобожден и, исполняя послушание, тайно уехал по Волге к патриарху. Михаил очень рассердился. Главным виновником во всем он считал Святого Сергия, которого вообще не любил, как своего злого врага, в свое время убедивший митрополита Алексея не назначать его Михаила своим преемником, как это ему казалось. Уезжая с Большой Свитой в Константинополь, Михаил громко выражал свое негодование и грозил по приезду срыть до основания весь монастырь Святого Сергия. Однако одни его были уже со стены. Предузнав это духом святым, Святой Сергий сказал, Михаил не получит желаемого в Константинополь и Константинополь не увидит. Действительно достигнув Константинополь любимец Дмитрия уже в виду гавани вдруг занемок и умер. После смерти Михаила Дмитрий принял Киприяна. Впрочем, через два года снова и знал его за то, что во время нашествия Тахтамыша Киприяна укрылся у князя Тверского, который Дмитрий считал своим врагом. Только несколько лет спустя уже после смерти Дмитрия в 1389 год сын его Василий окончательно водворил Киприяна на принадлежащем ему престоле. Обо всех этих достопамятных событиях пишут все историки и светские и церковные. Некоторые останавливаются на них довольно долго. Но вот что изумительно. Никто не придает им общего значения. Все эти события как бы сами по себе вынесены за скобку. А сынницу без всякой связи со всеми происходившими тогда ни малейшей тени не падает на счастливого победителя на полях Куликовских. Это, конечно, потому, что Куликовская битва считается величайшим событием всей русской истории. И в этом событии как бы тонет все происходившее в те времена. И жизнь и деятельность людей получает оценку с высоты победы на Куликовском поле. Историк Лишевский резюмировал это общее мнение в своем очерке о Серге Радоневском так. Народ русский погибал от недоверия к своим силам, от унижения своего перед татарами. И вот Куликовская битва неизмеримо подняла его дух, дала ему крепость, вернула способность бороться за развитие своего государства. После этого Россия быстрыми сагами идет к высшему существованию, могуществу. Одним словом, Куликовская битва имеет великое нравственное значение. Главная заслуга святого святого состоит в том, что он как бы подготовил, вдохнул силу в русский народ, чтобы тот решился на битву и благословил Дмитрия Донского, тем обеспечив ему победу. Интересно отметить, что это свое слово святом Сергий Ключевский впервые произнес на торжественном собрании Московской Духовной Академии и с тех пор церковные писатели подобострастно цитируют его, когда пишут о святом Сергии. Вот жесточайший материалистический взгляд на жизнь христианского народа. Нет ничего более обидного для церкви Христовой, как житие ее великого святого посланника Христа в свою церковь стилизовать под какое-либо мирское событие, в особенности под битву. Рассуждение духовное будет обратно материалистическому. Никакая битва не имеет в христианском обществе нравственного значения. И никогда святые не принимают ни малейшего участия, ни в подготовке победы, и не отвечают за поражение. Это зависит от физических сил государства, от его судьбы. Напротив, молитвы святых во времена Божьим делам благоприятные, то есть присклонности христианского народа к доброте, всегда рассеивают грозные тучи, так что никакая битва даже и невозможна. Благословение святого Сергия передает совсем не тот смысл, который оно имело. Также извращено отправление на битву иноков Пересвета и Ослябе, будто бы святым Сергием. Духовный человек не мог послать сражаться с физически тех, которые дали обет бороться с врагами только духовно. Дело очевидно было так. У бывших воинов возгорело сердце при виде воинственно брецающих оружием княжеских людей, собравшихся на битву, и они выжелали следовать за князем. А так как свобода ни от кого не отнята, то они исполнили, что хотели. Раболепие московских историков перед тем, что, по их мнению, способствует возрастанию мощи государства, стилизовало это событие как им нравилось. Оно не было благословением на битву, благословение святого Сергия. Такое выражение даже непонятное с духовной стороны. Просто святой Сергий не отказался благословить Дмитрия про его просьбу перед трудным походом. И все святые не оказывают в подобных случаях своем благословении. Святой Сергий ободрил Дмитрия, как всякого, который подвергается смертельной опасности. Он молился о сражающихся. Но так молятся все христиане за братьев, трудные и мучительные для них времена. Однако благословение совсем не то, что предсказания и ничего общего с ним не имеют. В Печерском монастыре дважды в разное время благословляли князей. Перед битвой с половцами оба раза святые предсказывали князьям поражение. Изяславу с братьями в 1068 году при реке Альте дали святополку Изяславовича и Владимиру Мономаху в 1094 году при реке стугни. Предсказание не есть обещание даровать или вымолить победу. Предсказание есть только видение судьбы данного человека или всего народа. Похвальба так называемыми великими победами в русской истории приучила нас смотреть чрезвычайно односторонне на Куликовскую битву и на причастность к ней Святого Сергия с его благословением. Если беспристрастно изобразить условия при которых произошло благословение и затем картину самой битвы то увидим нечто скорби достойное а не радостное прежде чем выяснить условия при которых произошло благословение отметим что положение России во времена Донского было благоприятное татарская орда разлагалась достаточно прочитать как ханы стергали друг друга действовал яд сыновья убивали отцов чтобы в этом убедиться напротив Москва давно уже стала богатеть и усиливаться неверно что русские как прежде трепетали перед татарами они уже научились одерживать победы так за два года до Куликова татары потерпели большое поражение от русских при реке Вожих историк Сергей Соловьев говорит от страха перед татарами русский народ начал отвыкать со времен калиты когда прекратились благодаря мироволюбивой политики калиты их нашествия и опустошение возмужало целое поколение которому чужд был трепет отцов перед именем татарским и сам Дмитрий вырос в непоминовении хану Дмитрий Донской является перед походом в обитель святого Сергия для чего для чего просим к святым имеющим духа святого приходят перед важными решениями советуются чтобы их выслушать и поступить как они скажут вам должно нас слушаться сказал в свое время святой Сеодосий Печерский князь ведь если у святых спрашивают о каком нему деле то через них отвечает дух святой божье промышление о данном положении вещей и вот что же мы наблюдаем Демитрий Донской торопится он с трудом соглашается отстоять обедни и отказывается после обедни идти в трапезную откушать чтобы потом поговорить со святым Сергием он очень волнуется велеречиво говорит подобострастный церковный историк в оправдании самодержства Донцы один за другим приносят ему известие о приближении Мамая придя в обитель за советом у духа святого можно было бы донцам приказать малое время обождать его ограды святому Сергию приходится убеждать князя не торопите невольно возникает сомнение не пришел ли князь уже с готовым решением во что бы то ни стало принять битву а святому Сергию как молитвеннику у каждого свое занятие нагляжи только помолиться и благословить это невольно напоминает будущих воинственных христолюбцев ты знаешь служи молебен на победу не свое дело рассуждать о делах воинских государственных но здесь еще не последующие покорные не духу святому а земные владыкам подобострастные или напротив забитые и безмолвствующие священнослужители здесь великий святой посланник Христа у него достаточно сил убедить нетерпеливого воина если уж он сам пришел выслушать некоторые святые слова и вот что сказал дух святой и сам великого святого Донскому сражение если оно будет допущено явится небывалым покровопролитию не вышли вежливость духа святого ни приказания даже не настойчивый совет а ласковое убеждение не вышли покорности и данию миротворить татар прежде господине пойди к ним с правдой и покорностью как следует по твоему положению покорять ордынскому царю Дмитрий молчит и тогда святой Сергий снова начинает говорить делает как бы намек ведь и Василий великий утолил дарами нечестивого царя Иулиана и Господь призрел на смирение Васильева и изложил Иулиана но не в нем нет Донской и святой Сергий говорит уже открыто враги хотят от нас чести и злата дадим это отдай им господин чести и злата и Бог не попустит им одолеть нас он вознесет тебя в виде твоего смирения и изложит их гордость вот какова была беседа святого Сергия с князем Дмитрием и если историк имеет хотя малейшее представление что такое христианство кто есть Дух Святой и кто посланник Божий Святой в Церкви Христовой он обязан сделать правдивый вывод Господь устами святого Сергия просил земного владыку не проливать по напрасну реки человеческой крови а положиться на волю Божию отдав честь и золото мамаю и при этом Господь обещал вот истинное предсказание но уже не судьбы а великой награды за послушание Слову Духа Святого полное сокрушение силы татарской как конечно чудом Божьих судов и вот что необходимо еще принять к сведению то что советовал Святой Сергий Донскому вполне соответствовало завету предков князя Дмитрия Александр Невский его прадед прапрадед и его дед Иоанн Полита копили силу не растрачивая ее жалели жизни христианские в опасных случаях предпочитали платить не жизнями а деньгами но не только предки но и потомки Донского поступали так же Василий сын Дмитрий одержал бескровную победу над несметными полщищами Тамерлана но если эту последнюю как мы показали можно назвать чудом Божьим то бескровное поражение Ахмата царя Ардынского правнуком Дмитрия Иваном Третьим Иоанном следует приписывать исключительно выдержки этого государя зная как все требовали от него кровопролитие например жестокое послание к Иоанну Третьему архиепископу Ростовского Сиана изумляет святое хладнокровие этого князя Дмитрий не послушался совета Божия и таким образом вступил на путь судьбы подвергаясь действиям судьбы и государства за которые он ответствен Истинный христианин то есть руководимый Духом Святым идет как зрячий путем Божиим Христианин не желающий послушания подобно язычникам увлекается слепой судьбой Судьба бывает счастливая и несчастная и характерной особенностью жизни по судьбе является участие в ней несчастных или счастливых случайностей игры стихи Житие сохранило нам важную подробность когда Святой Сергий говорит слова Божии призывает Дмитрия к смирению и возвышает великую милость за это смирение и изложение врага то Житие не упоминает каким голосом было произнесено это обещание очевидно простым всем слышимым но когда Дмитрий прощается со Святым Сергием предпочитая свою волю а не Божию то Сергий вдруг наклоняется к нему и шепчет ты победишь шепотом передаются слова стыдные которые неприятно говорить вслух в чем же здесь дело Святой Сергий конечно имеет дар верения судеб по любви засадного полка разговор потрясающий молодой князь Владимир в отчаянии следя за Витрой говорит воеводе Волынскому смотри все христианские полки лежат мертвыми почему мы стоим но опытный воин предвидит возможность поражения из засадного полка он надеется что ветер переменится и перестанет дуть в лицо русским и ветер меняется русские одержали победу блистательную когда сошли живых то оказалось что их 40 тысяч а было 400 тысяч 360 тысяч пали тогда ведь не сотнями миллионов исчислялся население не исчислялся даже не десятками страшно оскудела русская земля а золото которое не хотел отдать Донской пришлось в течение 5 лет все отдать татарам ибо 5 лет хан Тахтамыш грабил и уничтожал беззащитную страну помимо непослушания святым Куликовская битва была в государственном и воинском смысле ненужной жертвой и без нее как было сказано Россия справилась с татарами а эта битва была неосторожностью или вернее удальством игрой крови в Димитрии древних викингов его предков полтора столет перед тем удальством Стеславу удало в роковой битве прикалки окончилось ужасным поражением русских судьба московского государства была счастливее судьбе Киевской Руси и удальство Димитрия принесло ему великую славу на многие столетия и кажущуюся славу Москве но все царство Димитрия было великим поражением святых на Руси и только в момент смерти блестнул благодатный луч об этом позднее непобеденном куликовском поле знаменуется время нами изображаемое а вот именно теми событиями которые тогдашние люди называли церковной смутой с точки зрения житейской и материалистической государственной события эти ничтожные не имеют никаких последствий ибо у кого из князей не было фаворитов позволявших себе беззаконие все это не мешало государству богатеть усиливать и даже духовно противоположную сторону святости развиваться во времена глухие безнадежно материалистические такие события конечно ничего не прибавляет и не убавляет в общей отвращенности от Христа но время о котором мы говорим было святое время и события нами изображаемые имеют поэтому зловещее и страшное значение тогда в церкви русской сиял внеземной свет не через одного человека а через многих эти светилы Духа Святого преображают если можно сказать весь воздух жить становится радостно блаженно необычайно легко то что советовал апостол Павел всегда радуйтесь непрестанно молитесь не требует никакого труда самые легкие наполняются радостью а из уст исходит словословие бог любящий близко кто же такой был Михаил общество которого князь Дмитрий предпочел святым приблизил к себе сделал духовником который может сказать не расставался Михаил сам себя превосходно характеризовал сказавшись святой Сергий его враг что же мог дать такой человек Дмитрию то что нравилось князю таких священников впоследствии было много и на западе и на востоке домашний придворный священник заимствую краски самого предмета можно сказать по-современному утром Михаил мог отслужить обеднишку вечером перекинуться в картишки но в особенности незаменимый он был на веселых пирушках знал много священных повестей тогда и пирушки не обходились без священных историй среди обычного благочестивого рассказа умел вернуть и нечто затейливое и смешное наиски Михаил издичайно благорасположен к властителю советами никогда не приставал к самодержству что же зловещего в этой заурядной фигуре то что он был ставлен к царству противления в благодатные времена Бог говорит людям через свои светильники через свои светильники я зажег в мире мой свет кто хочет Божьего счастья приходи и бери но конечно чтобы чувствовать это счастье необходимо серьезное желание изменить жизнь и вот смехливый ад спешит показать свое законопоставленный священник не требует никакой перемены жизни можно по-прежнему жить очень весело и смеяться ясно обозначили в церкви два духовно противоположных направления и второе направление начинает неистово требовать митрополитом пусть будет наш конечно нашему время придет оно уже почти пришло если столь безумного пиета в своем праве однако Бог пославший в мир сон святых пока свет их еще светит не позволяет шутить вот причина внезапной смерти Михаила на ведру Константинополя цели его поездки успех антихристово духа еще пересекается силой Божией говорят что эта смерть сопровождалась чудом корабль с Михаилом вдруг остановился и не мог двинуться дальше несмотря на все усилия гребцов пока Михаил не умер трудно даже чем нибудь иным а не святостью времени объяснить смерть князя Дмитрия этого крепкого и сильного человека в молодых годах 38 лет как известно смерть преждевременно является как бы неким умилостивлением за грехи сон святых вымолил своему князю подобие мученического венца Дмитрий конечно не был один он был только видимый образ разделившийся внутренне церкви в летописах читаем все любили Михаила что же это все неужели святых уже не любили тогда на Руси ибо ведь невозможно любить искренне Михаила и Алексея и Сергия под всеми разумеется правящий класс русского общества этот класс стал тогда грубо и злостно выделяться из среды русского народа вместе с появлением в Москве государственного самосознания этого нового фактора на Руси перед которым благоговеет ученое насквозь пропитанной материализмом история стало возрастать людей непростого звания глупая вера свою значительность и свою великую важность для государства и вместе с тем пренебрежение к меньшей братье христианской государственное самосознание поедало сознание церковно-христианское в Киевской Руси где почти не было государственности народ сознавал свою общую связь как братскую членов церкви христовой и князья и бояре были также братья хотя им и воздавалась честь княжеская и боярская но по любви а не по принуждению и они правили народом и держались соответственно этому народному представлению о власти власть хамская там была бы не только невозможна но и непонятно здесь она появилась и стала возрастать не по дням а по часам теперь в высшей степени стало нравиться начальствовать владычествовать угнетать душить давить всех кто был ниже ран